Ну вот сейчас ты попадешь в живьё. Привет-привет, дорогие мои зрители! Хороший пятнисочный вечер, у вас уже... У нас уже 7 часов вечера, а у вас... А у вас непонятно сколько, у каждых по-разному, да? Наверное. Сейчас мы посмотрим, так вот, трансляция началась, извините. Нас пока не смотрит никто, но, зрители, но скоро, но скоро, скоро, скоро все придут. Олечка, привет! Алекс, привет! Лакомах Наздар! Лакомах, наверное, я даже не знаю, как правильно сказать до сих пор. Привет, Икарёк! Привет, Василь! В Питере 8... Это нет, что в Питере и в Москве 8 часов вечера мы догадываемся, потому что у нас 19.00, но сейчас пока еще час различия, потом будет 2 часа, да, по-моему, когда на зимнее время перейдут. Здравствуйте, Маша! Элис, привет! Элис, сэн! Володя, привет! Как там в Израиле, как там у вас погодка? Друзья мои, мы, собственно говоря, подождем, пока побольше народ соберется, потому что сейчас я вижу еще только 15 человек. Ждем прибытия остальных, и мы с вами начнем сегодня очень интересную историю. Киев-20.00. Привет, Киев! Привет, Катя! Привет, привет! Рад видеть! А, кстати, в Чехии тоже не переводят часы? Переводят. Переводят. Так же, как и в Германии переводят. Везде переводят часы. Вот, жарко! Да. Жарко, это да, я согласен. Но у нас, к сожалению, было не так жарко. У нас последние 2-3 дня было достаточно прохладно. Ну, как прохладно? 18-20. В принципе, такая классная погода для того, чтобы совершать паломничество на Пражский град. И стоять под дождем. И стоять под дождем. Вот сегодня, например, мы стояли под дождем. Я рад приветствовать в нашей студии мою подругу Наталью из Германии в данный момент времени. Да, здравствуйте. Вот, здравствуйте. Сегодня у нас будет очень интересный рассказ. Сейчас мы еще, наверное, чуть-чуть подождем буквально минут 5, пока народ соберется. И начнем. На самом деле, я хотел снять видео, я вам хочу честно сказать, я хотел снять видео об этом, но потом подумал, что я просто не уложусь в нормальный формат. Потому что длинные видео смотреть тяжело. А на трансляции это гораздо проще, потому что можно и рассказать, и вы выдерживаете и 2 часа здесь вместе со мной. Поэтому, как бы, никаких проблем нет. Боже мой, 2 часа? 2 часа. Воскресенье и трансляции у нас проходит по 2 часа иногда даже, да. Даже практически всегда. Правда, в прошлое воскресенье мне не получилось выйти. Солнце зашло, но плюс 32 никуда не делось. И что, оно не денется, и ночью, всю ночь будет плюс 32? В Израиле кошмар какой-то просто. Я думала, солнце никуда не делось. Солнце никуда не делось. Солнце никуда не делось в Санкт-Петербурге в белой ночи. Так это самое. Давайте проверим, там, звук, связь, слышно нас, видно нас, как бы, хорошо или плохо. Звук погромче, может быть, сделать? Нет? То, чего-то вы примолчали. Я вас не вижу. Не пишите мне. Скорость хорошая, я вижу интернет. Значит, изображение должно быть нормальное. Добрый вечер, Лика. Извините за вопрос, не в тему. А если ехать на машине из Чехии в Словакию или Германию? Как и где платить за платные дороги? За платные дороги платятся, значит, так, в Германии дороги бесплатные пока. По крайней мере, до Нового года. После Нового года для иностранцев обещают ввести какие-то марки, по-моему. Если мне не изменяет память. Что касается Чехии и Словакии, то вы покупаете такую марочку на первой заправке. На последней заправке в том месте, откуда вы выезжаете. Например, если вы едете из Германии в Чехию, на последней заправке вы подходите и говорите мне, я не знаю, как она у нас, называется дальничная знамка. Дальничная знамка – это марочка, которую нужно написать номер своей машины, наклеить на стекло. Если вы едете на 10 дней, она бывает на 10 дней, на месяц, на три, на год, в зависимости от того, какая вам будет нужна. В разных странах по-разному. Но вот это время, если у нас, по-моему, только на 10 дней, на месяц их практически нигде нет почему-то. Вот я, честно говоря, их не видел. На 10 дней есть, точно, есть на год. А, и на месяц, наверное, есть. Наверное, есть. 10 месяц, год, да. Ну вот. Так что, звук отличный пишут. Это прекрасно. В Чехов и в Поржатку. Привет с Израиловки. Привет, ласка. Кстати, Израиль отметился самым большим количеством дизлайков за последние 30 дней. Парадокс. Мы сейчас смотрели статистику и увидели, что я, в общем-то, так как большинство просмотров все-таки идет с Россией, это где-то порядка 50% от всех просмотров видео, но большинство, вот как-то они переплюнули даже Россию в этот раз по дизлайкам, и много очень дизлайков приходит из Израиля. Видимо, у вас очень жарко, друзья, там, и народ просто не справляется с эмоциями. Вот. О чем я вам хотел сегодня рассказать? Я вам так расскажу. Вот вы видите рядом со мной прекрасную девушку, которую зовут Наталья, она мой старинный друг. И сегодня разговор у нас будет такой, знаете, очень серьезный и интересный. Я вам расскажу. Я вам часто об этом рассказывал. Иногда в моих видео я затрагивал тему беженцев в Европе, как бы некой пропаганды, которая там об этом как бы много пишет и говорит, да, и различной пропаганды, и то, и другой, и третий, и четвертый, да. И вот сегодня у нас есть прекрасная такая возможность поговорить с человеком, который, ну, можно сказать, прошел огонь, воду, медные трубы в Германии, в частности, побыв и, в общем-то, и пребывая на сегодняшний момент, да, в этой стране беженцем. Я вам расскажу вкратце, так бы, просто вступление, как бы, о Наталье, как бы, о том, что у нее произошло. Я не хочу сейчас, знаете, не хочу замыкаться очень на ситуации, из-за которой Наталья сюда попала. Я скажу так вкратце о каких-то ситуациях, потому что это очень долгая и болезненная история, связанная она, вот, последняя часть этой истории была связана с молодым мальчиком, который в Москве, он умирал от рака, и звали мальчика... Женей Петухов. Женей Петухов, вы можете погуглить, если забьете, Женей Петухов. И проблема была связана с тем, что, к сожалению, для подобного вида больных, умирающих и... Именно от рака. Именно от рака, требующих сильные, более утоляющие, я бы сказал, наркотического характера, они, как правильно, этого лишены в России, да. То есть... Мне, как правило, очень многие просто вынуждены страдать. И, ну, да, и Наталья была... Ну, так сложились обстоятельства, что мне пришлось столкнуться, просто судьба столкнула, я специально там никому не помогала до этого. Ну, ты была просто, скажем так, она была в правозащитной группе, если так можно сказать, самостоятельной, да, такой, как бы, энтузиастов, которые эту историю, как бы, продвигали, защищая этого мальчика и друг друга. Это значит, просто на меня свалился, мне мотивации было некуда. Да, ему просто мотивация некуда. Она страдает, но действительно... Она поселила его у себя дома, это была очень грустная, плачевная история, мы все плакали, да, там, он в результате, естественно, умер. Но без боли. Да, но без боли. Да, в общем, нашим всем людям, которые помогали. Ну вот, но суть в том заключается, что такой широты был скандал, раздут, что на Наталье было оказано очень сильное давление со стороны власти. Но этот скандал был последний капли. Да, 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 да. Тех, да. Да, и поэтому Наталья в один прекрасный момент просто взяла билет. Вот, собственно говоря, мы об этом и будем рассказывать сегодня, там, не о том, что происходит в России или еще где-то. Об этом вы знаете, и так, и без нас. Ну вот, скажем так, ее вынудили покинуть Россию. Она села на самолет, да, и прилетела в город Ганновер, насколько я понимаю, вышла из самолета в городе Ганновер, пошла к полицейскому и сказала... На английском языке. На английском языке сказала заученную фразу... Я прошу убежище. Я прошу политическое убежище. И, собственно говоря, получилось это именно в тот момент, когда в Германию нахлынули буквально сирийские беженцы, да, так называемые. Сейчас я поправлюсь. Там, ты понимаешь, они это воспринимают как сирийские беженцы. Но, естественно, среди этих сирийских беженцев были албанцы, даже грузины. А очень много из Армении. Очень много и армянин, с Балкана. Люди, которые бегут от каких-то экономических ситуаций. Вот все это в общей массе. Северная Африка. Все это туда ломанулось. Ну, и она оказалась, собственно говоря, в этом потоке. Поэтому... Кстати, очень смешно было. Нам постоянно говорили, вы пришли не вовремя. Вы пришли не вовремя. Можно подумать, мы выбираем. Да, может, мы выбираем, когда приходим. Ну, в общем, исходя из этой всей ситуации, она оказалась там. И что сказал полицейский, когда ты к нему обратилась? А ничего. Они просто, как бы, у них уже есть такой процесс прописанный. Они просто действуют согласно инструкции. Они тут же стали, там, взяли у нас документы, стали там что-то оформлять. В общей сложности это заняло где-то часа, наверное, 3-4. Мы посидели в полицейском участке. И потом нас прямо попали на поток. И все дальше понеслось. И дальше у тебя понеслась эпопея по лагерям. И вот ты попала как раз во все... На самом деле, а сколько лагерей-то попало? Ну, там, смотря как считать, получается от 3 до 5, вот так, где-то. Ну, 4 в среднем. Я не знаю почему, но в Германии организована такая некая была вертушка. Я бы назвал ее, скорее всего, это какая-то психологическая давление тем, что беженцы постоянно перекидывают из лагеря в лагерь. Возможно, за ними там, я так допускаю, что ведется какое-то наблюдение, как-то это все описывается, кто как себя ведет, где чего, наверное, какие-то записи. Знаешь, вот я бы хотела, чтобы это было так, я бы как раз так не считала. А может так было, откуда мы знаем, как это все. Тем не менее, сколько лагерей ты сказала? Ну, один, два, три, четыре. В одном городе я в двух местах была, потому что там пожар был. Ну, в общем, 4 года. 4-4 года, 4 лагеря. Все это Наташа делала со своей старшей дочкой. В то время, как ее еще две дочки ждали в этот момент в Москве. И жили с ее мамой. А они вот со старшей дочкой решили пройти здесь огонь, воду и медные трубы. Ну, значит, решили. Мы не решили. Не решили, их вынудили, конечно, да. Мы решили за нас, в общем-то. Вот, и, собственно говоря, почему я затеял это видео, потому что я хотел бы, чтобы, потому что я это все знал. Всю эту историю от начала до конца. Мы с Наташей были постоянно на связи, и как бы она мне присылала и фотографии, там, как это все происходит, как это все это выглядело и так далее. И поэтому такая правдивая история из первого источника о том, что там реально происходит, и кто эти люди, которые туда приехали и так далее. Вот, насколько я знаю, как мы уже сейчас обсудили, что в этих лагерях было просто огромное количество народу с разных совершенно сторон, совершенно с разными историями, и многие даже не с политическими, а с какими-то экономическими. Экономически их очень много. Но постепенно эти люди каким-то образом, я не знаю, стали исчезать, я насколько понимаю. На последнем этапе, сейчас, когда ты уже получила заветные документы, да, грубо говоря, с видом на жительство, как бы связанным, я так понимаю, с политическим, да, мотивом. Да, на основании политического вот этого мотива. Вокруг действительно оказались одни реальные сирийцы. Ну, практически. Практически, практически, да. То есть, Албания, Болгария, все куда-то уехало, да? То есть, осталось Сирия немножко, Афганистан, те, кто действительно там с Америкой работают. Да, у нас такой сумбурный разговор получается, вы можете задавать вопросы постепенно, на самом деле, я их здесь... А вот уже пошли. А правильно ли сравнивать беженцы из Европы и арабских стран? Это хороший вопрос, но для них не существует, я так понимаю, беженец есть беженец, и он идет... Что значит, а вы предлагаете делить на расовом, на какой-то расовом мотиве, да? Белых-белых в один вагон, черных в другой вагон, что ли? Я хочу сказать, на самом деле существует там два действительно статуса понятия беженец и азюль, убежище. Я до конца так и не поняла, где проходит, мы даже с юристом это обсуждали. Так вот, самое интересное, что мне дали оба статуса, и возникают такие проблемы, что в компьютере, когда меня там регистрировали каких-то там других уже ведомствах на основании, не предусмотрено даже такого варианта вносить оба этих статусов. Ну, это понятно, да, но тут вопрос вот напрямую прошел, а правильно ли как бы в одну кучу? Ну, тем не менее, вот у меня тоже, если мы имеем в виду, что беженец, то тот, кто бежит от войны, нет. Нет, я имею в виду, здесь, я так понимаю, правильно ли азиатов с европейцами смешивать в одно место? Вот такой вопрос. А, я не, смешивать, сравнивать. В каком смысле сравнивать? А что значит сравнивать? Я не совсем понял, Ласка, как бы, что значит сравнивать, как бы, беженцы, в смысле размещать в одном месте, я так понял, на самом деле. Ну, это такой, это такой расизм, как бы, немножко, потому что, ну, правильно, неправильно, ну, как, как я вам могу сказать? Нет, ну, вообще, для немцев, те, которые нас... А как вы жили, расскажи, вот как вы там жили в этих лагерях, что из себя представляли эти лагеря? Всем будет очень интересно. А вот эти вторые... То есть, потому что это же так, я, да, я могу попытаться, пока ты рассказываешь, найти фотографию. Ну, во-первых, сразу, если в полиции, когда нас там оформили, забрали наши паспорта, и, кстати говоря, до того момента, как нам дали статус беженцев, у нас по всем документам почему-то стояло, что у нас нет паспортов, то есть, как будто бы мы их выкинули. Я сначала очень сильно возмещалась, потом уже... Ну, 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 а как это выглядели? Как выглядели эти лагеря после этого? Полиция, нам дали бесплатный билет, значит, мы прилетели в Ганновер, и следующий лагерь, куда нас отправили, видимо, машина, компьютер там решила, что самое лучшее место для нас это... Брауншвейк, как брауншвейкская колбаса, в Германии это брауншвейк. Это был один из самых... Вот, да, вот эта фотография... Сейчас, сейчас я открою, сейчас я открою, сейчас я открою, как выглядели... Вот это номер люкс. Сейчас они еще не видят пока, подожди, я вам сейчас покажу, да, вот смотрите. Сейчас видят, да, это номер люкс. Это как бы для нас специально, поскольку мы, ну, сильно отличались по внешнему виду от тех, кто там другие были люди. Ой, извините. Нам сказали, что вот для вас отдельный номер. Как правило, все вот эти номера в лагерях, они... Огромное количество в номере, и в этом же лагере тоже все другие были, двухэтажные кровати, это вы еще увидите. Огромное количество людей, часто очень мужчины и женщины. Вот, например, это... Мы побыли там недолго, и что мне очень понравилось, там была отличная еда. Условия отличаются от лагеря к лагерю. Мы были в одной земле, то есть, в принципе, как бы там одни и те же законы, одно и все регулируются одинаково. Но, тем не менее, в первом лагере еда была, ну, я ела с огромным, действительно вкусная. Дальше, это вот следующий лагерь, куда нас перебросили, это... То есть, я правильно понимаю, как Ласка сказала, что независимо от того, там были все и белые, и черные, и зеленые, и какие угодно. Все в одном месте. А как вы делили на мальчиков и девочек, вот там? Вот я сейчас, да, сейчас расскажу, ты как раз покажешь. Значит, в принципе, ну, вот, посмотри, как тут можно поделить на мальчиков и девочек. Вот, покажи выше, вот, когда все на таких раскладушках в спортзале, какие тут мальчики и девочки. Ну, тут мальчики и девочки, да, тут мальчики и девочки. Ну, в принципе, все чисто, в любом случае. Нет, с точки зрения гигиены, мало того, как только ты попадаешь в мальчик, первое, ну, это мы сами беженцы. То есть, я, кстати, у меня такая фишка, я всегда не говорю, они, я всегда говорю, они, я всегда говорю, мы. Когда мы говорим, я говорю, вот про беженцы. А это твои чемоданы, с которыми ты прилетела. То есть, зрение гигиены, первое, что они делали, они всех, расчетный осмотр, температуру, все прошли через флюорографию, все беженцы, мы тоже с дочкой все сделали. То есть, в этом смысле, это последний лагерь уже. Это ты смотришь повторы, уже они все это видели, да? Вот. С чемоданами это последний. А с чемоданами это классная комната в одной школе, из которой всех детей выселили и поселили туда беженцев. И вот мы жили с одной семьей из Азербайджана. Азербайджанская семья, трое детей, мама, папа. Вот такими шкафами металлическими была отделена их две трети комнаты. И вот такой закуток был для нас, дочкой. А туалет, кстати, был на первом этаже. Ну, смотрите, вот смотри, Ласка, как бы, такой бы вопрос. Я задаюсь вопросом, беженец с образованием, культурой, как бы, отдающий в большинстве случаев то, что он имеет в другой стране, и понимает, что ему никто ни за что не должен, и беженец, полудикарь, считающий, как бы, что все ему должны. Вот это такая, вот это какая-то картина такая наблюдалась или нет? Я хотел бы, как бы, чтобы ты, может, как-то развеяла, как бы, эти все мифы, да, какие-то о людях, о том, что там все кому-то должны. Все приезжают, на самом деле, мне кажется, работать, на мой взгляд. Нет? Или как? Или нет? Ну, ты же понимаешь, да, мы все понимаем, что все, выйдя на улицу, все люди разные. Ну, безусловно, все люди разные. Если мы накинем вот сеть на какую-нибудь центральную часть города, да, в какую-нибудь площадь, вот так вот разбросить, и мы посмотрим, конечно, с образованием, без образования. Мне кажется, что, Ласка, что разделить вот так вот, как так можно отделить? Вот человек, вот бегут люди по полю, да, огромная толпа, среди этой толпы куча всевозможных совершенно разных людей, в том числе и с высшим образованием, в том числе и те, которые хотят работать, и в том числе и те, которые не хотят работать, и хотят только где-то урвать какой-то кусок. Разделить их в поле, ну, это практически невозможно. Да. Никак. Приехала девушка из России, сказала, я, у меня политическое убежие, куда-то ее нужно в другое место, какой-то специализированной. Не знаю, не знаю, мне кажется, что нет. Это огромная машина. Это огромная машина, которая, да, там всех чистят, да, потихонечку. Но не сразу, они не могут быть в первом этапе. Но не сразу, конечно, с первым этапом, естественно, нет. Вот, кстати, мы показывали одну картинку, там, вот ты, кстати, быстро перелеснул, двухэтажные кровати, тоже металлические, это эти стандартные шкафы. Это был случай, когда мы жили, я, моя дочка, еще одна женщина из Армении, которая нас буквально вцепилась. И, ну, соответственно, я посчитала, всего было 50 мест, мы были трое, а все остальные были мужчины. В основном, вот из... Вот там некие люди... Друзья, мы начали это видео 20 минут назад и полностью рассказали историю Натали, почему она сюда попала. Она из Москвы. Попала она сюда, потому что помогала людям. Потому что был... Кто людям помогает. Да, кто людям помогает. Это можно посмотреть в начале видео, я об этом подробно рассказываю. Давайте не будем еще раз повторять, потому что другие уже все это слышали. Но образованный человек тоже сначала был дикарем, пишет Михаил. Безусловно, все, конечно, были когда-то дикарем. Но нет, образованный человек не был дикарем, на самом деле, Потому что образованный человек, как правило, родился у родителей, которые более-менее каким-то образом все-таки на него воздействовали, да, и он уже, в принципе, особенно диким не был. Я, кстати, хочу еще один момент, это очень важно сказать. Вот когда мы говорим об уровне, мы же имеем в виду, в принципе, образование какой-то багаж культурный, который у нас есть. Но при этом мы должны учитывать, что у всех какой-то еще есть уровень интеллекта, да, потенциальная способность что-то впитать. И вот тоже очень важно, очень многие из этих веженцев, они, может быть, и недополучили та же самая война в Сирии, уже длится, уже не первая. Знаете, я глубоко убежден, что когда мы маленькие дети, и когда мы только рождаемся, мы все одинаковые абсолютно. Нет, ну это тоже не так. Нет, ну иначе это расизм получается. А уже дальше просто за счет той среды, в которой ты находишься, тех знаний, которые тебе либо дают, либо не дают. Нет, ну это тоже еще можно не получить, но в принципе... Но я и говорю, что мы рождаемся живыми организмами, совершенно одинаковыми и обычными, ни с какими там, ни с какими отдельными, как бы, отличиями. Ни у кого хвоста не растет, правильно? Да, и золотых зубов. И золотых зубов изначально во рту не появляется, да, они появляются там почему-то, грубо говоря. Поэтому, а уже потом среда воздействует, и кто-то становится умненьким, кто-то не становится умненьким. Нет, безусловно, кому-то что-то дано, кому-то не дано. Это и есть талант, да, так его называемый. Но в целом, я, в общем-то, всегда, как бы, придерживаюсь такого понятия, что виноват уровень воспитания и культуры. Да, то есть, во всех проявлениях, да, в любой ситуации, как бы, люди очень часто путают, чувствуют, часто, 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 да, и часто путают. Говорят, например, вот, сирийцы, например, дикие. Но, друзья мои, на самом деле, вы просто не знаете ничего про сирийцев, потому что среди них очень много очень умных и образованных людей. И в большинстве случаев это наиболее, как ты сказала, такой light, light-ислам, да, то есть, там light-вариант, легкий вариант, то есть, там нет такого ничего прямого. Ну, самый light, конечно, это Турция, скажем так. Самый light, это Турция, безусловно, да. Но они уже с Европой уже. Ну, они, ну, Европу только сейчас, они уже, благодаря Ерудагану, по-моему, закатятся в другую сторону, к сожалению, да. Но элемент каких-то разных отношений к разным вещам в жизни, он присутствует. Естественно, мы разные, это надо понимать, да. Но если не обмениваться этой информацией, да, с разными, да, то мы никогда к ничему не придем, мы будем всю жизнь воевать. А вот, да, потому что мы, как бы... Мы не даем ничего, это замкнутый круг, люди начинают валиться сами в своем каком-то. Потому что вот это, вот то, что мы получаем, это как бы мы, как бы, как колпаки, который не позволяет другой культуре, да. Да, и глобально, может быть, даже вот эта ситуация с беженцами, она, я еще раз говорю, она такая, знаете, своего рода прививка. Не только для Европы, но и для, в какой-то степени, тех мест, откуда эти люди приехали. Безусловно. Потому что они, приезжая, все равно видят что-то другое, они начинают рассказывать своим родственникам. Они просто сталкиваются с реальностью, с которой они выражены. И они сталкиваются с реальностью, с которой они, да, 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 с которой они никогда в жизни не сталкивались. Поэтому, да. Их только разрушил, кстати, я просто слишком много с ними общалась, и столько у них тоже. Она вот прожила вместе с ними в течение года, да, сколько ли, двух, сколько ты-то... Ну, значит, я, ну, нет, ну, да. Ну, сколько ты была в лагерях? Вот я до сих пор с ними... Ну, и до сих пор она общается, потому что они ходят на месте, да, на какие-то эти... Во-первых, мы на всякие эти интеграционные курсы... Интеграционные курсы, да. Да, я все это время очень плотный... И самое интересное, что для меня научила вот эта вся история, потому что я... Раньше я тоже воспринимала слово бешенство как некое обобщенное понятие чего-то, такой какой-то массы. Теперь я умею выделять, да, какой-то для нас, там, какие-нибудь другие народы иногда кажется, ну, не видим за, да, за общими какими-то фенотипическими признаками. Но тут то же самое. Теперь я понимаю, что есть, что все совершенно разные люди, с разным уровнем образования, с разным... Да, да, да. Да, согласен полностью. Меня тут спрашивает по параллельной нефтемы. Здравствуйте. Говорят, что Чехия самая бедная страна в Европе. Это правда? Но приезжайте в Чехию и увидите. Я не буду отвечать на такие вопросы, потому что это просто глупо. Для этого есть, в конце концов, губ, гугл. Можете погуглить, посмотреть про ВВП, про АТО, про все, про экономику. И не спрашивать такие вопросы. Друзья, если какие-то вопросы будут глупы, я не буду просто на них отвечать. Пожалуйста, вы на меня, знаете, тоже не обижайтесь, потому что наше видео посвящено другим темам сейчас. Так. Я сушу по своей стране и не хочу сказать, что все одинаковые, все разные. Но есть косяк большинства. Ласка дорогая, дорогой или дорогая, я не знаю, кто за этим сейчас ником сидит. Я хочу сказать, что Израиль это отдельная тема. Это постоянная война. И, к сожалению, я не хочу никого обидеть, но это тоже пропаганда и накачка. И ее можно объяснить, она объяснимо, понятно, да, когда у тебя на улицах взрываются непонятные люди, да, и уносят с собой жизни твоих близких, да, то это, конечно, несет за собой определенный... Но вот в такой накачке вообще истину найти никогда невозможно. Единственное, что я знаю, и в чем я вот сильно уверен, можете... Ну, это мое личное мнение, у вас может быть другое мнение. Я не могу судить о стране или о нации по каким-то отдельным индивидуумам, отдельным людям, понимаете? И даже по большинству. И если в этой стране есть 10%, ну, вот, знаете, в моей стране есть 10% только нормальных людей. Ну, между вот, которые для меня нормальных, я еще раз, я не хочу никого обидеть, с теми людьми, с которыми я могу разговаривать, а может даже меньше, а может и 5%. Теми, я правильно говорю, я не хочу сейчас никого оскорблять и обижать, я говорю, что те люди, с которыми я могу найти общий язык, их не больше 5% в моей стране. Это правда, с которыми я мог бы комфортно существовать, с которыми я бы мог о чем-то говорить. Должен ли я обо всех 95 этих людей в стране сказать, что они уроды, недостойны жизни? Да боже упаси, да боже упаси, правильно? Друзья, я вот про это говорю. И, ну что, сложный такой очень разговор, да? Илья, я рассказывал о Наталье в начале видео, давай сейчас не будем, потом в начале видео там полностью рассказано, почему Наталья сюда попала с какими-то данными, даже именами и фамилиями. В общем, ничего хорошего, из-за преследования в России она попала сюда. А правда, что в Чехию не пускают беженцев? Правда ли, что в Чехию не пускают беженцев? Это, на самом деле, впускали определенный момент, просто сейчас возник вопрос. Но, на самом деле, так. Никто особо сюда и не бежал, в Чехию. По причине того, что те дотации, которые и те условия жизни, которые предоставляют Чехии, они в разы ниже норвежских или германских. Поэтому все бежали туда наверх, мимо нас. Поэтому у нас они останавливались. Сейчас же чехи решили не брать беженцев, но это не очень сильно получится, потому что придется заплатить большие штрафы, потому что это отступление от каких-то договоренностей, которые были заранее получены. И кто-то считает, что лучше заплатить штраф, чем держать беженцев. Я не знаю, что будет дальше с беженцами, но пока такая ситуация, что беженцев не хотят и готовы заплатить за это штрафы. Даже огромные штрафы. Типа это будет дешевле. Я сомневаюсь. Я не знаю, что из этого дальше получится. Посмотрим. Пока не боюсь сказать. Группировались ли беженцы в какие-то группы? Наблюдали ли вы конфликты среди разных групп беженцев? И как на это реагировала полиция и охрана? Вот это, кстати, хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Потому что он отвечает на очень такой... Сейчас мы говорили в основном про сирийских беженцев, и начали с того, что вообще на самом-то деле национальное разнообразие беженцев, я прям как про биологию, гораздо шире. То есть там и из бывшего СНГ огромное количество, из Кавказа, и из Балкан, и из Северной Африки, и там... Да, да, да. Откуда только не было. Ну, естественно, из Сирии и так далее, и тому подобное. И изначально вот это было так. И вот как раз-таки на этот период приходился самые вот... Ну, какие-то... Вот те самые негативные моменты, на которые... И обращают внимание, говоря о том, что беженцы такие все плохие и ужасные. Вот, например, да, действительно, ну, было, было, я видела. То есть, когда был какой-то там праздник мусульманский, как раз я была в Брауншлаге, в Брауншлаге. И там, значит, две группы действительно дрались. Африканцы-христиане и африканцы-мусульмане. Ну, и балканцы тоже. То есть там вот они же. Христиане с мусульманами. То есть на лицо абсолютно одинаковые. А на лицо одинаковые наберутся. Одни за христиан, другие за мусульман. Да. Но все, извините меня, лица африканской национальности. Это было, кстати, было очень страшно. Это очень страшно, да. Это было, с одной стороны, страшно, с другой стороны, нишно. Слушай, так получается, для полиции это тоже вообще нонсенс. Потому что они не понимают вообще, что происходит и как это все. Нет, они все прекрасно понимают. Вопрос в том, что, ну, они не могут... Вот это тоже для меня был вопрос. Почему? Вот там, например, был человек, который бегал с двумя ножами, с огромными, со столовыми. Но для меня на следующий день встретить этого человека в нашей столовой, где мы идем, который вчера там бегал с этими ножами, размахивал. А он против мусульман был или проиграл? А я даже не знаю, мне это неинтересно было. У меня сам факт. Он бегает такой, знаете, как пират у него сюда, значит, вот эти ножи. Закнуто за поезд был. И вот он там бегал. Полиция, а это было смешно, значит, у меня огромное окно, мы свет выключили, потому что в первый этаж. И я, с одной стороны, стража, с другой, смешно. Потому что, как, знаете, раньше в невом кино, у меня, значит, пробегая сначала толпа, там, одна беженцев, потом за ними бежит полиция. Ну, хорошо, а они как-то разнимали их или нет? Ну, да. А тебе было странно, что ты этого человека потом увидела? Мне было, во-первых, странно, потому что это была как плохая комедия. Ну, полиция, ну, разделись вот так вот и... То есть они бегали, кругом, кругом. Нет, хорошо, они задержали этого человека с ножами или нет? Ну, я думаю, да. И его больше ты не видела? Так на следующий день я в столовой. А ты его встретила в столовой совершенно без надежи? Совершенно абсолютно. А может, он, типа, свою жизнь защищал просто там, типа, да? Я не знаю, что ты... Ну, понятно, в общем, странно. Ну, то есть ей было очень дико и печально. Да, она была там с дочкой, меня тут спрашивают, что с остальными детьми. Остальных детей потом, спустя сколько, год? Нет, нет, быстро, очень быстро. Не помогли. Не помогли. Да, дело в том, что очень много людей, которые помогают, скажем так, выбирают, я так понимаю, самых адекватных. Из адекватных начинают им помогать благодоварительностью просто всевозможные настоящие немцы. И вот ей повезло просто в ее жизни встретился, как бы... Слушай, я еще хочу тоже закончить. Секунду. Потому что мы сейчас... Вот это отложится, да? Ну, дело в том, что сейчас вот эта группа отсеялась в Балкане. Да, вы еще раз должны понять, что вот все это происходило в процессе чистки, да? То есть, скажем так, назовем ее... Да, нет, в процессе чистки. Это была чистка, и потом они отсеяли. Это в процессе, когда Германия начала реагировать и применять фильтры более... Да, там больше пошли фильтры, и сейчас, в принципе, вот произошло то, о чем я говорил тогда, что собрав людей в одну кучу, они отсеивают просто, оставляя людей нормальных, которые адекватны, которые способны работать и учиться, и как бы тянуться к каким-то там чему-то новому. Потому что вот ты сейчас общаешься... Никого нет, никого нет, остались одни сирийцы. Даже остались одним, в основном, сирийцы, и сирийцы, в общем-то, реально люди, которые, ну, скажем так, ну, не тупые, да, насколько я понимаю. То есть, это люди, которые у тебя там были, вот, и парни в институт там поступают, да, что-то там есть институт. Это даже целая программа... Это даже звук адвокат, допустим, да, и так далее. Много-много адвокатов, очень много слышно образований. Очень много слышно образований людей. Не думайте, что сирия это какая-то там прям такая вот затрагедная... Другой вопрос какой, конечно. Другой вопрос, какой там адвокат, и какой у них там институт. Но в любом случае, на их уровне это, наверное, что-то значит. Но это говорит о том, что... Да, это говорит, что человек не ленился. Вот. Дальше. Ты начал говорить про то, как мне помогали немцы, я тебя перевела. А, немцы помогали, да. Немцы помогали, да. Детей повезли просто... Просто вступают в различные благотворительные организации или частные лица, которые берут под свою опеку людей, и каждый из них там им помогает. Вот ей повезло, она нашла свое благодетель, это семейная пара. Сколько им лет там? Ну, лет по 65, да? Да, 65-70. Ну, такие пенсионного возраста, скажем так. И они, в общем-то, как опекуны ее взялись и помогли ей, в общем-то, правильно составить какие-то документы, да. И тогда очень много для нее сделали, и она вызвала сюда, прилетели ее детки с мамой, с мамой, с мамой, да. Уже она в университете, она совершеннолетняя, но она вообще очень талантливая девочка, поэтому, как бы, все, в общем-то, неплохо. Так, израильские, израильские арабы нашего министра называют не иначе, как фашистом, потому что он предлагает обмен территориями северными... Это вопроса нет, это просто как... Да, это рассказ просто, я понимаю, да. Так, правда, что в Чехии это уже было, давайте дальше пойдем, сейчас посмотрим на какие там ответы. Группировались, да, группировались, но их разгруппировали и послали многих домой, я уже ответил. В Чехии, Володя пишет, что в Чехии надо работать, поэтому в Чехии беженцы не стремятся, в Германии есть пособие. С одной стороны, да, но, честно говоря, на это пособие, оно, конечно, есть, да, но прожить на него сложновато, в принципе, по большому счету. Да нет, знаешь, Володь, честно говоря, именно вот то, что с голода не умрешь... С голода не умрешь, да, с голода не умрешь, но это не шиковать, абсолютно, потому что, если не секрет, какое пособие получают беженцы? Вообще, так, в среднем, или там что-то зависит, или это определенная конкретная сумма? Ну, я даже, во-первых, они до какого-то момента, пока ты находишься на обеспечении государства... Пока ты находишься на обеспечении... Пока ты не пошел работать, кстати. Да, они платят за квартиру. Они платят за квартиру. Государство оплачивает за квартиру тебе. И платят тебе пособие. Но я хочу сказать, что мы получаем с девочками очень хорошо. То есть, у меня где-то... Ну, у тебя, потому что дети, у тебя другая история. А если вот взрослый человек один, сколько он получает на себя? Ну, я думаю, где-то, если с оплатой квартиры, ну, долларов, наверное, 700 он получает. Долларов 700? В месяц. Ну, евро 700, правильно? Да, евро 700. 700 евро в месяц? Я так думаю. Это уже после уплаты за квартиру? Нет, нет. Это месяц с уплатой за квартиру. Это я тогда где-то думаю. А, ну, то есть, 700 евро на человека, да? Если это семья, то есть, допустим, это семья из двух человек. Или там из трех человек. То есть, они получают, допустим, ну, там, 200, да? Ну, скажем, нет, подожди. Вот у меня, например, мы втроем с девочками получаем... У вас четверо уже было? Нет, она же не считается. А, на взрослых уже. Ну да, вы втроем. По-моему, если я не ошибаюсь, мы получаем 1700 в месяц. 1700 евро. Ну, в принципе, да, на эти деньги, конечно, можно. Ну, пока 700 квартир. Из которых 700, сами понимаете, не самая лучшая квартира, но достойная, в которой можно жить, да, хорошая, да. На них хватает. На них хватает. Ну, то есть, да, не будем шоковать, да. Не-не, я вот жаловаться не буду. Ну, жаловаться, да. Квартира здесь в Германии. Ну, смотри, и получается, у них на троих, у них остается 1000 евро. Ну, 1000 евро. Скажешь, что это много? Ну, подожди. Друзья мои, я вот, честно говоря, не могу, потому что знаю, сколько это продукт. Ну, что еще? Еще, подожди, еще детские. А, еще детские чуть-чуть, да? Детские это 180. Ну, давай детские здесь не будем брать, давай будем, потому что детские, ну, хорошо, если детские там 180 евро, еще 300 евро, еще 360 евро добавлять детей. Ну, в принципе, на эти деньги что? Можно кушать хорошо, нормально, и на эти деньги можно купить какой-то одежды. Ну, смотри, получается. То есть, скажем так, быт свой ты не улучшишь за эти деньги никак. Ну, проездные уже стоят, да, там, получается еще, то есть, это так вот звучит, а потом ты, ну, проездные, там, на то, на все. Да, на то на все тратится, то есть, в принципе, да. Ну, я согласен, что если парень из Африки приезжает, то 1700 евро, там, на троих, там, по 700 евро, для них это просто, конечно, счастье. Для них достаточно один раз эти 700 евро получить и уехать обратно, и они уже будут там отбили всю поездку. Согласен. Конечно, таких людей надо фильтровать, но вот, как бы, сразу, как, в поле, ты кто? Ты зачем пришел? Ты пришел работать или, да, собак красть или, ну, это нереально просто. Нет, это нужно... Ладно, дальше. А где теперь ваши младшие дети? Тем не менее, Чехия не пускает беженцев, вы поддерживаете, как житель Чехии, спрашивает Александр меня. Я уже отвечал на этот вопрос. Я, честно говоря, не считаю, что это правильно, и я вам объясню, почему. Не считаю правильно, потому что если... Европейский Союз, чтобы вы понимали, это фактически государство. Если в этом государстве, скажем так, страны-республики, его составляющие, да, договорились о чем-то, они должны выполнять это, иначе нет смысла здесь тогда находиться. Вот и все. Вот поэтому я согласен. Если все решили когда-то, что нам нужно что-то делать, значит все решили. Потому что дальше вот это потом, а я не буду, я не хочу, там, это как-то уже не серьезно. Я человек слова. Я свое слово держу. Я хочу, чтобы, наверное, вот кто-то держал тоже свое слово. Вот и все. Так что так. Тем не менее, чей-то так. Трагедия, конечно, если люди по разным причинам становятся, будут, приводятся начинать все сначала. Да. И, собственно говоря, я не хотел бы, чтобы вот наше сегодняшнее видео превратилось в какое-то выяснение, хороши или плохи арабы. Я хотел бы, чтобы вы оценили мужество и силу этого человека, который сидит рядом со мной, Наталья. Потому что, ну, я вам могу сказать, что я, допустим, уже ни для кого не секрет. Да, я иммигрант. Да. Но я уезжал более плавно, более постепенно. И для меня это не было такой какой-то трагедией, такой, как это было для Натальи. И поэтому я очень хотел бы, чтобы она своим примером не показала, что нужно становиться беженцами. Нет. Ни в коем случае. А чтобы она просто показала, что безвыходных ситуаций не бывает. И даже когда вам кажется, что уже вот все и выхода никакого нет, он все равно есть. Вот для чего, собственно говоря, я сегодняшнее видео и хочу сделать. Дальше попробуем. Но миграция чаще все же плановая. Да, миграция чаще все-таки плановая. Не-не. Коммуникация с кем? Так. Каким образом происходит коммуникация? Думаю, что английским далеко не все. Думаю, что английским... Да. Каким образом происходила у тебя коммуникация? Да, действительно. Вот интересно. Но ты знала английский. А вот эти люди, которые были, ты говоришь, из Африки, из Албании, там, не знаю. Они, значит, в каком языке они там со всеми общались? Ну, на самом деле, английский знают очень многие. Английский знали очень многие, да? Да. Но у меня были ситуации, когда, например, очень часто мне приходилось переводить как раз людям из Кавказа, Кавказских республик, в лагерях. Я переводила на английский, потому что доктора там знали английский, понимали. Изначально все было только на английском. Французский, многие из Африки знали французский. Ну, как-то мы коммуницировали. Ну, да. Общались. Ну, в общем, английский в основном был главным языком, да. Михаил спрашивает, получается, что те, кто не из территории, где идет война, по сути, воспользовались ситуацией. Правильно. Да. Совершенно правильно. Так и получается, что львиная часть людей, которые... Льви, не льви. Ну, 50 процентов. 50 процентов меньше? Меньше. Я не знаю. Я не могу просто... Да, давайте не будем назвать цифры, но их много. Много людей, которые присоседились, как бы, к этой ситуации и, скажем так, вот в этом трагедия, вы должны понять, что в этом как раз трагедия у этой уравниловки. Я наблюдал много за нашими комментаторами, ребятами, друзьями, знакомыми, которые в Фейсбуке. Вот эти все ситуации, когда, вот помните, через поле бегут и говорят, надо их остановить. Я говорю, ну что, их расстрелять в поле? Вот даже если там есть один хороший человек, даже если есть там хороший один человек, их нужно всех собрать и разобраться в этой ситуации. Понимаете? Человеческая жизнь, она бесценна. И нельзя кого-то там загнать, убить. Иначе тогда и с вами так когда-нибудь будут делать. Понимаете? Я согласен, но нельзя. Вот они в поле все бегут. Их собрали просто в лагеря, разместили и разбираются. Кто из них бежит, потому что у него дом сломался и в него бомба упала. А кто-то бежит, потому что он у себя на родине там что-то заработать не может и хочет таким образом легонько влезть, грубо говоря, в ту ситуацию. Понимаете? Вот. Это разные ситуации. Но в них надо же разбираться. Но ты же в поле не поймешь то, что там получилось. Понимаете? Вот плывет лодка. В лодке 100 человек. Среди этих 100 человек 10 или 20 или 30 реальные силы. Другие из каких-то других ситуаций. Третьи из четвертых ситуаций. И какая-то тоже значительная часть людей, которые под это подмазались, подстроились и так далее. Вот. Ну, конечно. Хотя, вы знаете, это же тоже огромный риск вот на этой лодке перепрыться. Они же все переворачиваются. Они же там тоннами просто эти люди. Понимаете? Это трагедия на самом деле. Все это очень большая трагедия. Сейчас, конечно, уже это все не так выглядит. Как бы печально как выглядело в те вот минуты, когда беженцы просто наполнили. Вот это был прорыв основной. Да? Сейчас уже, конечно, это все не так выглядит. Но, тем не менее, это, конечно, все трагедия очень большая. Для всех. Кстати говоря, я хочу сказать, что когда мы про интеллект, про желание работать. Очень многие говорят, что там сидят, ничего не делают. Вот я... Ну, видимо, еще я общаюсь... Я слышал такую версию, кстати, от многих людей, что... Вот я по этой теме, я просто, наверное, тебе усилию этот вопрос. Они говорят, ну ты подумай, Володя, ну вот как могут люди, которые из Африки, которые никогда не работали за... там, типа, и не умеют просто, в принципе, работать, нигде ни на кого не работали. Я вот, честно говоря, не совсем понимаю, ну как это нигде ни на кого не работали? Они все равно где-то на кого-то работали. Ну что, если мы называем работой копание траншеи... Да, но дело копать траншеи, да... Почему, допустим, интеллектуальный труд-то за интеллектуальный труд, казалось бы, ты сидишь и нифига не делаешь, да, просто... С одной стороны больше. Ну ведь, это потому что эту работу может сделать меньшее количество людей, а копать траншеи может каждый, да? Я согласен, но... Ну, то есть с этой точки зрения мы стали... Вот, вернемся обратно, потому что мы соскочили с мысли... Готовы ли ли эти люди работать, которые ехали? Вот в твоем окружении среди тех... Нет Tu знаешь, это как в том анекдоте Помнишь, опрос в интернете показал, что интернет... Среди пользователей интернета показал, что интернетом пользовается 100% людей Дело в том, что я могу описать Ну хорошо... Подожди, я могу описать только тех людей, с которыми ты пересекалась Давай хорошо, опиши тех людей, которые не пересекалась А пересекалась я где? На甘ин Донин-сервисов? Ты пересекалась уже там, где они пришли работать и учиться и они все учатся Хорошо. Этих людей много? Да Ну, значит, их большая часть, значительная часть, которая хочет работать. Ну, я вот очень не люблю все-таки конкретизировать, насколько... Ну, понятно, потому что статистику мы не вели, мы не можем прям так, но все-таки, ну, прости, ну, как не можем? Мне кажется, что их очень много, по моим ощущениям, то есть все те люди, с которыми я общалась, беженцы, которые уже здесь, то есть, вот я так скажу, мне кажется, что два года это уровень языка B1, мы все сдаем, а B1 это интермедиатор, да, вот как бы это средний уровень, это вот ровный средний уровень, когда ты можешь общаться, можешь понять, можешь объяснить, все учат язык, то есть это не тот вариант, когда мы знаем, что многие даже наши русские живут за рубежом. Согласен, согласен, согласен. Дальше. Видели ли вы или слышали, что сотрудники лагерей миграционных служб брали какие-то взятки за какие-то действия, продвижение в каких-нибудь чередях, такого не было, да? Это в принципе, ну, я могу опять-таки 100% утверждать, но по моим ощущениям, это невозможно. Это невозможно. В Германии это невозможно, ответ Максим. Школа на немецком, как проходит ассимиляция, как устроились девочки, насколько им тяжело, какой языковой барьер? Да, школа, они уже, значит, любой человек... Во-первых, давайте так начнем, сколько было девочкам лет, когда они сейчас прошли? Так, значит, им было 12... 12 и... И... подожди... Нет, 11 и 13. 11 и 13. Да, 11 и 13. Александр Григорьев по правилу написал бы 700 евро. Наверное, 800 евро, а не 700 евро на человека. Это очень сильно зависит... А, это там по-разному. Это зависит от города даже, не только от земли. От города, от места, да, от земли, от земли, куда вас разместили. Потому что прожиточный минимум, да, в этом месте, я понимаю. Даже, например, взять, например, проездной... То есть, например, в Мюнхене, там где-то под Мюнхеном, это было бы гораздо больше, чем у тебя там в том месте где-то... Да, 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 да. Да даже в одной и той же земле, например, там могут быть соседние города, Да, например, в Кёрне проездной билет на одну поездку может стоить, допустим, 2,80, а в Дюссидорфе 2,70. Виктор пишет, все пропустил. Ничего не пропустили, вы можете это видео потом посмотреть сначала и узнать много нового. Так, а подожди, а что мы говорим о языке? Так, да, про языке. Любой, вот у нас, например, с моими детьми, будь ты из Франции, из Америки-то приехал, просто там как бы изучать язык, или ты бежевец. Всех сначала детей определяют в интеграционный класс, в котором там уже смотрят, насколько, какой у тебя уровень, сколько у тебя времени требует. Если уровень какой-то уже есть, то, возможно, сразу же, там, через месяц-два переведут в немецкий. А им потребовалось, ну, примерно год. Одна пораньше, другая подольше. И они перешли в немецкий класс, собственно, не владея, конечно, языком, на том, и до сих пор они не владеют, чтобы, ну, наравне. Но девчонки очень мотивированы, в них очень хорошие оценки. Тяжело. Сначала они жутко страдали, потому что без языка, ну, и мне самой, это очень сложно. Тут меня спрашивают, добрый вечер, интересно смотрим ваши видео, подскажите, пожалуйста, каким вы путем получили гражданство, если не секрет. Я получил гражданство на основании того, что я живу в этой стране больше 10 лет. И выполняю ее законы, исполняю те необходимые условия, которые необходимы для получения. А именно, там, я получаю зарплату, я не тунеядствую, да, я плачу налоги, я не состою на учете каких-то, там, благотворительных, вот этих, ой, не благотворительных, вот этих, ну, грубо говоря, помощь. Государство мне никакой, да, государство мне не платит никаких, никогда не платило никаких помощей за последние 3 года. И тогда я могу, в общем, все подать, документы, их будут рассматривать. Но, а так как я в этой стране нахожусь не очень давно, и фактически у меня вид на жизнь в этой стране 17 лет уже, то есть мне было это не так сложно. Как только у меня было 10 лет непрерывного здесь пребывания, я подам на гражданство, ждал это в течение полутора, двух, полутора лет. И через полтора года мне дали положительный ответ, чему я очень признателен. Потому что это моя любимая страна. Ладно, но это все в моих видео есть. Так, дальше. Получается, беженцам дают ВНЖ. Да, беженцам дают ВНЖ, но это все не быстрый процесс. Очень интересный момент. И очень интересный момент, да. Расскажи, пожалуйста. По поводу фильтрации, фильтров, которые запустились, ну вообще очень гибкий стал процесс отсеивания, да, выявления, ну соответствия истории человека к тому, что статус беженца. И после, вот буквально недавно как-то, ну я не берусь сказать когда точно, значит этот закон был изменен. И теперь большинство беженцев из Сирии дают не статус вот этот, как раньше, 3 года сразу давали, а там как-то называется, субсидарная защита, что-то типа того, не буду врать. Это действует год. После этого года там смотрят, изменилась ли ситуация или нет. Эти люди теперь, которые получили год, не могут вызывать своих ни детей, ни совершеннолетних, ни жен, ни... Ну то есть это сложно, стало для... Стало очень сложно. Сложно, но можно. Ну что можно? Нет, они не... Ну конечно, друзья, я никому, еще раз говорю, это видео не рекомендация становиться беженцами абсолютно, да, потому что это видео просто рассказывает сейчас о ситуации, которые в жизни бывают, да. Если у вас нет реальной ситуации, потому что у Натальи была реальная ситуация, которая заставила с угрозами жизни ее и ее детям, которая заставила ее покинуть свою родину. И, в общем-то, без особого желания, ну, спасая свою жизнь, как бы, вот, пойти на такой шаг, за что я ее очень уважаю. А вот у этих сейчас серий... Да, ну у тебя сейчас, да, у тебя сейчас вид на жизнь. Да, сейчас мы расскажем, чем ты там, как там твое трудоустройство и так далее. Вот здесь меня спросил Александр, просто у меня друг живет, говорит, и рассказывает, что работать не нашел, не пошел работать, потому что ему предлагали меньше, чем пособие. Но давайте смотрите, вот смотрите, пособие 800 евро мы с вами уточнили, да. Если пособие 800 евро, работа на стройке, если мне не изменяет помню, сейчас то ли 11 евро, минимальная оплата труда, час, то есть меньше 11 евро, уточните мне немцы, если кто здесь есть из Германии, или 10 или 11, я не помню. Сейчас, по-моему, 11 евро в час вам не может заплатить тот, кто вас нанимает на работу. Соответственно, если вы возьмете даже 8-часовой рабочий день, у вас получится 80, сколько там, 90 евро в день, да, соответственно, за 20 рабочих дней у вас никак не получается 800 евро. У вас получается в два раза больше. Настройки. Слушай, еще что хочу сказать? Это настройки, это просто неквалифицированным рабочим. И, кстати, еще что хочу сказать. Поэтому, как бы, не думаю, что он прав, он, наверное, просто лентяй. А, кстати, еще хочу сказать, вот сейчас, по поводу того, что беженцы не хотят работать, в связи с тем, что у них у всех теперь годовая, виза, они кровно заинтересованы тем, чтобы найти работу, если они хотят еще здесь оставаться. А, если они не, если, смотрите, если они не устраиваются на работу, их выгоднее фактически не продлят. Если у них ситуация к тому времени, скажем так, вдруг в Сирии все остановится, война, и все будет замечательно, то сразу же все надо. Да, то они сразу едут домой. Сейчас и ситуация изменилась вообще с этим совсем. Вот. Если вы не заключите, вы не работаете? На фирму с него берут проценты, на руки выходит 1200 евро. На 1201 можно вполне жить. Нет, он говорит, что такое пособие, не бывает такого пособия. 1200? На человека? Да, нет, нет, такого не бывает. Нет, 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 ну я такого не слышала. Наталья, а в России совсем поддержки не было? В России поддержки была, если... А что значит поддержка? Ну, имеется в виду правовой поддержки. В России... Нами занималась правозащитная организация. Нами занималась правозащитная организация. Нами занималась был юрист. Как она называется? Я даже... Нет, не Хьюмин раз, другая, я сейчас не буду... Ну, в общем, занимались и юристы, и адвокаты, которые... То есть там было страшное, нелепое, совершенно страшное и нелепое гонение на людей, которые просто говорили о том, что неправильно оставлять людей, умирающих людей, в диких болях, муках. И не помогая им ничем, вот, собственно говоря. И был поднят на эту тему очень большой скандал. Ну, только часть рассказов. Да, это часть рассказов. На самом деле, там очень много событий. Мы не хотели, потому что это отдельное видео просто. Долго и не нужно. В частности, вот в данном случае речь не шла о мальчике, которого звали еще раз... Женя Петухов. Женя Петухов, который умирал в Москве от рака и в диких мучениях совершенно. И Наталья взяла его, приютила, как бы, разместила дома. И, как бы, полностью за ним ухаживала. И, в принципе, он у тебя дома уже... И я ухаживала. Ну, не ты ухаживала, ты обеспечила, обеспечила, обеспечила. Мы все вместе, просто... Все вместе. Там была целая группа людей, которые взялись за эту помощь. И когда был раздув скандал в прессе... Нет, мы можем дать ссылку на это. Да, я оставлю ссылку в описании к ролику потом. В программе «Время». В программе «Время» даже об этом говорили. Но началось гонение, начались угрозы, чтобы все попридержали свой язык, чтобы не раздували шумиху и так далее из этих ситуаций. И угрозы были очень серьезные, можно сказать, жизни. Поэтому, как бы, Наталья приняла... Как минимум в свободе. Да, как минимум в свободе, да. И Наталья была вынуждена покинуть Россию. Вот так. Так. Так что она у нас герой, между прочим. Да ладно, мало ли. Да. Самый настоящий. Я бы так не смог. Хотя, наверное, смог бы, если бы такая ситуация поставила. В жизни так поставила. Наталья, в России поддержки не было. И тоже ответьте. Владимир, расскажи подробнее о вашей подруге. Василий, есть парадки, есть нормальные отзывы. То есть, там проблема с тем, что она очень долго отвечает всем на письма. А больше там никаких других историй, я не знаю. Там пишут какую-то ерунду люди где-то там в комментариях. Я, честно говоря, даже не смотрю на это серьезно, потому что я задаю людям прямой вопрос. Если это вас человек обманул, напишите, опишите ситуацию. И все. И люди пропадают, сливаются просто. Моментально. Их просто нет. Я, значит, делаю вывод. Это конкуренты. Всегда нужно оставаться людьми, пишет Михаил. Это правильно. Вот я... Вот это вот самая главная тема. Михаил, большое спасибо. Михаил Герман. Вот действительно. Надо всегда оставаться людьми. Мы люди. Мы не можем поступать как-то вот, как нелюди. Надо смотреть, как говорят, да? Война это статистика. Жизнь одного человека стоит того, чтобы... Да, да, да. Жизнь миллионов, смерть миллионов. Это уже... Две с половиной тысячи месяцев семья российских беженцев получает по 800 на человека в месяц. Так ли это или нет? То есть и дети тоже 800 получают? Семья сирийских беженцев. Или дети получают не 800? Нет. Нет, это взрослый человек получает 800. Нет, нет, нет. Это мы... Там... Там... Это очень сложно. Это индексировано. То есть получается, что... Ну, смотрите, она озвала сумму 1600 или 1700 на троих у тебя получается. На троих. Да, то есть она и двое детишек. Но в них, в нее входит оплата вот этой... Но в это да, но вы должны понимать, что она должна платить за... Да, из этих денег платится 800 за квартиру. 700 за квартиру платится. Плюс там... У кого 700, у кого что-то, нет. Ну, то есть там интегрировано... Так что это не так, ласка. Не, 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 нет таких это самое. Я, может быть, неправильно говорим. Мы же здесь это делаем не для того, чтобы выяснить, сколько денег платит Германия. Ну, то есть вот у нее на семью... Две с половиной тысячи вообще никак не получается. Две с половиной тысячи никак не получается. То есть у нее получается 1600-1700. Это... Да? 1600 или 1700? 1700. И из них еще платится квартира. Ну, вот. Так, мы с подругой едем учиться в Чехии. Получили ВНЖ. Но получается это разрешение на долговаривание принимания с целью учебы. А есть ли разница в видах ВНЖ? Да. Разница есть. Александр, вы молодцы, что получили этот вид на жительство. Через два... Когда вы закончите, скажем так, вуз, вы сможете поменять вид пребывания. Например, если вас возьмут где-то на работу, вы не выезжая из страны, чем я вам рекомендую заняться, это сразу поиском работы, чтобы вас где-то взяли. И если вас возьмут, вы просто поменяете здесь, не выезжая из страны, не подавая заново в консульстве в том месте, где вы родились, визу на уже рабочую, скажем так. Вот так вот. На сегодняшнем, по сегодняшним законам это разрешено делать в течение, через два года, по-моему, или через, через два года после получения. То есть через два года вы можете поменять тип визы. Учебный. Так, восемь с половиной в час, вот пишет Андрей Суворов. Восемь с половиной евро в час. Не знаю, восемь с половиной евро в час, Андрей, может быть, я, честно, уже было десять, когда я был, занимался, там я делал, был объект один в Берлине. И была сумма больше, чем восемь с половиной в час евро. Возможно, возможно, там просто, в этом месте, да, ну, хрен его знает, не знаю. Даже восемь с половиной евро в час, это, в любом случае, больше, чем восемьсот долларов в месяц. Разница есть. Цель учебы предпринимательской рабочие беженцы. У каждой свои заморочки. Не понял, Володь, это, наверное, вы там по контексту этих самых комментариев. А когда беженец находит работу и получает статус ВМЖ, пособие больше не выплачивается, да, база. Это и как не связано, ВМЖ ты можешь... Не, 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 он не про это говорит, нет, 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 он говорит, что когда человек, тут смотри сквозь. Суть в том, что да, как только вы устраиваетесь на работу, у вас пособие больше не платится. Да. Причем это может произойти даже и до получения статуса ВМЖ. Это может быть до или после, это не важно. Это так же, как я сейчас, вот я сейчас работаю, получаю зарплату. Если у меня вдруг что-то случилось, я прихожу на Уджет Праце, это как бы... Уджет Праце, я вообще не знаю, как Уджет привести, но не важно, короче говоря. Министерство труда и говорю, слушайте, у меня, я потерял работу, дайте мне помощь. И мне выплачивают там в размере той зарплаты, которую я получал, от нее какой-то процент, да, в течение того времени, чтобы я нашел работу. Я же уже все имею, я даже гражданин Чехии, да, и мне все равно выплачивают. Точно так же, то есть статус пребывания ВМЖ, ПМЖ, там, беженцы от этого не зависят. Это вам просто помогают, да, грубо говоря. Но, как только вы идете на работу, вам перестают платить всяческие пособия. Да, и беженцы, кстати, они могут работать через уже, по-моему, 3 месяца или полгода после того, как они... Беженцы, да. Но это сложно, это надо, это очень бюрократично, это пройти. Это бюрократично, да, я знаю, тем более там язык, там хрен еще не будет. Там очень сложно, если ты хочешь. Так, и правда, что сейчас, чтобы сделать бизнес-визу, надо сейчас прожить 5 лет. Не совсем понимаю, что такое бизнес-виза 5 лет. А, это новый закон, который там на предпринимательскую, да, на предпринимательскую они что-то сделали. То есть, если вы будете с учебной устраиваться на рабочую визу, то это можно. А если вот предприниматель, на предпринимательскую, то как бы сам стал себе бизнесменом, да, то это сложнее. Это, по-моему, 5 лет они сейчас выпустят. Я, честно говоря, не читал этот закон, каюсь, но я точно так же, как и вы, слышал об этом. В связи с новыми законами в Чехии переход с одного вида на другой стал практически невозможным. Нет, это неправда. Это имеется в виду, что нельзя не стать предпринимательской, Володя, я только что об этом сказал. Но человек, который имеет студенческую визу, может устроиться на работу и получить рабочую здесь внутри страны. Неправда это. Вот. Сорт пива. Ну, понятно. Сорт пива, сорт пива, сорт пива у нас был с Нерурком. Чтобы получить визу в Чехии, нужно подавать другие документы, и на момент подачи у вас ближний должен работать. Это другое, Володь. Там он спрашивал не про это, он спрашивал просто со студенческой. Это совершенно разное. Ой, это было трудно, спасибо, через три года получается. Ну да, Александр, ну надо же выучиться, а что, 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 не это самое. А, простите, но студент может работать. Студент может всегда подрабатывать вообще без проблем. Как правило, студенты все подрабатывают. Вы не бойтесь, студент имеет право работать. Вы можете работать какие-то, не знаю, очень много студентов работают официантами. Но они ограничены по часам. Там есть ограниченные по часам, да, вы не можете работать там целый рабочий день. Но вы можете работать по вечерам. Очень много студентов работает в ресторане. Студенты учишься, потом еще... А я тебе объясню, я тебе объясню, друзья, вот если мы отклоняемся от темы, но тем не менее, работа в ресторане или в каких-то таких заведениях до вечера, она гораздо лучше, потому что я вам, честно говоря, на опыте моих друзей, молодых ребят и девочек, и мальчиков, которые точно говорят, почему? Потому что вам не требуются там мозги. Ваши мозги там отдыхают. Это серьезно. Это правда. А если ты не так сдачу дашь? Ну, я шучу. Нет, ну, это там отдыхают мозги, они действительно отдыхают. Это не умственная работа. Если многие выбирают, нет, я не пойду там официантом, что это у меня официантом, я лучше пойду там где-то, его где-то, может, взяли, где-то, он сидит в каких-то бумажках, там что-то крапит, так у него вот на это все время, у него... Ну, согласно, да. Это гораздо сложнее, чем подносить кофе. Честно. И более того, это, как правило, там где кофе можно больше заработать, потому что есть чаевые. Ну, это еще хорошо, улыбаться. Так что не бойтесь этой работы, ничего страшного, все через это проходят. А студенты еще пока могут улыбаться. А студенты еще могут улыбаться. Так, будем стараться устраиваться на работу. Минимальная оплата часа труда 8,50, Андрей, еще раз повторил. Все, я понял, Андрей, спасибо большое. Значит, я там просто в том месте, где был, там платили 10 или 11, это уже как бы выше минимальной оплаты труда. У меня поэтому так отложилось, спасибо. Но все равно 8,50 это нормально. За два года изменить тип визы, это в прошлое. С новыми законами 5 лет. На предпринимательскую, Илья. Со студенческой такого нет. Студенческая это другой тип визы. Со студенческой вы можете получить рабочую. Рабочую визу можно получить всегда с любой. А вот поменять буквально, да, я стал предпринимателем поменять, и мне 5 лет. Так что об этом речь идет. О предпринимательской. Там так прямо так и сказано в законе, я читал там чуть-чуть. Я просто не до конца, но там было написано о предпринимательской визе. Вот, еще Илья пишет, что можно иметь же настенский лист. То есть вы можете, не знаю, заниматься кройкой, лепкой и шитьевом. А вот, а Володя пишет, что работая официанткой, проще выйти замуж. Володь, это хорошая тема. В принципе, работая официантом, тоже можно жениться. И замуж можно выйти, Володь. Точно, точно. Супруг, человек, который получил студенческую визу, имеет право на работу или нет? Я не знаю. Ой, я не знаю, ребят. Вот честно говоря, мы уже уклонились. Это же не дебри. Вы уже в дебри, да. Это надо новое видео, я тогда должен буду снимать. С юристом. С юристом каким-то, да, занимающимся вот такими вопросами. Потому что мы сами... Более того, я не был студентом в этой стране, и откуда мне знать? Не был предпринимательского, и я еще что-то могу вам сказать. Нет, а тут вопрос даже не так надо ставить. Супруг человека, который получил студенческую визу, может ли получить какую-то визу в принципе здесь? Имеется же... Я вам так скажу, Алексей. Я такие варианты слышал. Я слышал, что... Но поймите, там есть такой момент, что когда кто-то по тебе получает визу, ты должен доказать, что ты этого человека можешь содержать. То есть, если у вас есть там, наверное, какая-то сумма на счету или что-то такое, наверное, это возможно. Почему нет? Если этого нет, и нет работы, которая дает эти деньги, как бы, ну, тогда да, тогда могут и не дать. Бедный юрист. Ну вот, так что у нас какая-то тема. Мы ушли опять вообще не туда, мы здесь. Говорили о прекрасной девушке Наталье, которая... Кстати, пошли дальше. А где мой муж? Давал ли он моим детям согласие на весть из России? Нужно ли такое согласие для беженцев? Ну, у меня ситуация особенная, потому что мы... Мы были в разводе, да, и уже... Муж погиб. Муж погиб у нее, да. Муж умер, поэтому его... Помимо всего, она еще и мама-одиночка, видите, вот так. Я не одиночка, а, скажем так, вдова. Вдова, да. Вот. Так что... А вообще... Это меня поправили, поправили, извините. У меня есть знакомая, вообще согласие как бы нужно, потому что... А вообще согласие, конечно, нужно. Нет, просто иначе как? Дети сами же не при... Если бы... А, нет, чтобы детей сюда получить? Привезти. Да, да, да. Чтобы детей привезти нужно. А чтобы получить беженство, это не нужно. Ты могла бы уехать и стать беженькой без проблем. А, ну тогда изначально, то есть в любом случае, если второй родитель есть и дети остаются вторым родителем, как они выйдут без ее? Ну, вот Михаил пишет про Радку, ждите, Радка ответит, не ответила через три месяца. Вы представляете, ужас какой-то. Конечно, друзья, я, еще раз говорю, я схватился, я знаю эту женщину, я с ней много всего полезного как бы для себя лично и для моих друзей сделал. Поэтому как бы в этом плане был в ней уверен с точки зрения надежности. Да, я ее позвал и пригласил. То, что, как она кому отвечает, ну, конечно, я этого не знаю и не могу как бы так. Иногда я помогаю людям, говорю, слушай, ну, ответь ты уже в конце концов, меня уже люди здесь тыркают. И она там вроде как отвечает. Она не справляется реально. Поток, я могу сказать так, поток людей, которые сейчас хотят уехать в Европу, колоссальный, просто колоссальный. И я столкнулся с тем, что я не могу элементарно своего сына, своего друга записать на получение студенческой визы в Москве, потому что просто нет свободных мест для, как это называется, собеседования. Ну, нету, просто. Ты набиваешься вот этой системе визы поэт. В России сейчас, по-моему, начинается такая же фигня, как на Украине, когда за место придется платить какому-то хакеру взятку, чтобы он тебе записал в этой визопоинт-системе. Нигде нет. Это не в Санкт-Петербурге, не в Москве мест на ближайшие 30 дней по записи на долгую визу. На любую. Вот. А вот Василию Радко ответил в тот же день, когда он написал. Востребованы ли IT-специалисты? Кстати говоря... IT-специалисты из России востребованы всегда. И неважно, откуда они из России, потому что тут зависит от уровня ваших знаний. И языка. И языка. Ну, слушай, IT-шники все знают английский язык. Обычно это просто неизбежно. Ты не можешь быть нормальным IT-шником без знания языка. Если нет, если вы, конечно, не системный оператор, который там где-то, я не знаю, какой-то... Или как это называть, не системный оператор? Как это? Как это называть? Человек, который компьютеры собирает и разбирает, и никакого языка не знает, а только умеет менять карточки, харддиски, блоки питания и так далее. Это, конечно, да, язык не нужен, а если программист, ну, конечно, вам нужно, вам же надо общаться. И, как правило, много здесь очень иностранных компаний, которые, где ребята даже разговаривают не на чешском, а на английском больше, потому что у них... Да, и в Германии все то же самое. Здравствуй, Аморка. К нам пришел Лысый. К нам пришел, подкрался Лысый незаметно. Вот, подкрался Лысый незаметно, передает вам большой привет. Где он, Лысый? Лысый, Лысый, передай привет. Передай привет, помаши лапкой. Помашил. Обреченно так. Обреченно помахал. Да, айтишник, вот Владимир, так же, как разбирающийся в этой теме, пишет, что айтишник слишком расклопчатые понятия. Хороший спецсознанием языком, воздревом везде, и на русский никто, никому переводить ничего не будет. Да, да, точно. Сумму на счету в Чехии несложно показать. Как я слышал, банки предоставляют такие... А, почему многие едут... Раньше вопрос. Почему многие едут... Из Чехии в Германию. Из Чехии в Германию. Неужели настолько все плохо в Чехии? А кто будет? Нет. А он совершенно прав. В Чехии многие едут работать в Германию, потому что там больше зарплаты. Ну, действительно, это правда. А стоимость жизни такая? А стоимость жизни меньше здесь у нас, конечно. Так, значит, там больше зарплаты, стоимость жизни больше? Ну, многие не умеют взять руки калькулятор, понимаешь? И не берут руки калькулятор, не считают. Потому что очень много факторов, которые говорят вам о том, удобно вам в этой стране жить или неудобно. Да, приятно вам в ней находиться. Хватает ли вам на все или не хватает. Многие думают, ага, я сейчас получу 2,5 тысячи евро вместо тысячи, но в результате они спускают на жилье и на то, и на другое гораздо больше денег, чем в том месте, где они получали тысячу. И в результате сопоставления вот этих радостей, оно получается, а смысл менять жил на мыл? Такие истории тоже есть, и очень много. И, то есть, ну, хорошо, ну, допустим, даже взять те же айтишников, да? Ну, здесь он получает там зарплату, я не знаю, ну, допустим, самый там ведущий айтишник какой-то получает там 100 тысяч крон, допустим, там 4 тысячи евро или там 5 тысяч долларов, да, допустим, приезжая в Германию, он получает минимум 10, да, за то же самое. Но, простите, сколько там стоит снять квартиру, сколько там стоит снять дом в какой-нибудь силиконовой долине, это же совершенно другие деньги, вы в Европе можете за эти деньги 5 домов снять. Ну, пропорционально, да? Ну, все пропорционально, идиотов нет нигде. Вот, так, сумму на счету в Чехии несложно показывать, я слышал, что предоставляют такую услугу, кладут деньги, это не банки делают такую услугу, банки такую услугу не делают, это могут делать какие-то люди, которые свои деньги возьмут, вам положат и тут же снимут. Да, такая ситуация возможно, в принципе, но в последнее время что-то я не слышал, чтобы кто-то это так вот прямо делал, но теоретически вы можете сам точно так же взять у друга, одолжить на один день, вам переведут и вернете обратно, ну, то есть это то же самое получается. Так, системный администратор, Светлана, системный администратор, пишется, да-да-да-да, правильно, системный администратор, а не оператор, да, извините. Все правильно, спасибо, Света. По-моему, эту лавочку с банками уже прикрыли, да, Илья, там не, а, не эту баночку, нет, не эту лавочку прикрыли, если речь идет об официальной спраске в консисте, да, там лавочку эту прикрыли, а если речь хотя, в этом вопросе может быть и это и сработает, я не знаю, честно говоря, то есть, ну, не хочу даже советовать ничего, потому что просто реально не знаю, ну, не хочу вас обманывать. Сегодня, кстати, день системного администратора, всем системным администраторам наш пламенный пред. Так, не только же из-за денег едут в Германию, многим не нравится менталитет чехов, вот вам, что не нравится в них? Я не знаю, к сожалению, ваше имя, у него здесь Тоха Дали написано, да, у меня есть очень много видео о том, как я отношусь к людям, и в частности в этой стране, и говорить о том, что мне не нравится менталитет того или иного народа, я считаю для себя невозможным по причине своего воспитания, я вам скажу так честно. Ты очень хорошо воспитан? Я, в этом плане, я хорошо воспитан, я не могу делать вывод о целой нации по действиям того или иного придурка, вот честно говоря. Поэтому я делю людей на воспитанных и невоспитанных, на образованных и необразованных, и никак больше, да, и поэтому... Даже я бы сказала, не делю, а выделяю, да? Да, выделяю, да, поэтому, вот, честно говоря, даже этот вопрос для меня, вот, он неприемлем, вот то, что вы мне пишете. Я не обижаюсь на вас абсолютно, как бы, ради Бога, если вы так мыслить, думайте, думайте так, ради Бога, это ваше личное дело. А ты знаешь, Павел, это очень интересно. Ну, я, честно говоря, вот давайте так, не хочу, опять же, никого не увидеть, но если я, давайте вернемся к моей стране, откуда я родом, да, из России, если я что, должен сейчас ко всем, всех ненавидеть, всех людей из России, что ли, и говорить, что они все уроды, по причине того, что там где-то кто-то вот так ведет себя, как быдло у нас, да, там, скачет где-то, бросает на улице мусор, там, да, напивается до непонятного состояния, и говоришь, мне это в этом народе, мне это не нравится. Я знаю, у меня много друзей очень высокоинтеллигентных, которые так не делают. И я, честно говоря, в такой среде просто никогда и не общался с такими людьми, которые делают таким образом. Слава Богу. Ну, то есть, вот, это так, так тонко все, и очень просто в то же время. Слушай, еще очень интересно, вот у меня был, например, дом в Словении, мне все рассказывали, как славянцы, они такие все надменные, они все такие себе. Да, чушь какая-то. Так хорошо, как мне, вот куда есть немцы? Да, да, да. Вот большинство. Друзья, нету, есть люди воспитанные, невоспитанные, есть люди добрые и злые, они есть в любой нации, в любом народе. Какие там, и такие, и такие проявления. Кому как повезет. Возможно, вам того дали, не повезло, и вы где-то вот наткнулись на какой-то негатив. Я допускаю такую возможность. Я еще раз процитирую одну историю про одну девушку, которая когда-то, два года назад у меня в ленте на Фейсбуке написала. Как нас русских ненавидят. Перед моим окном, перед моим лицом закрыли обмен валютой и отказались мне менять деньги. Я вот это послушал, говорю, вы понимаете, что там одни арабы работают? Что у нас все обменники принадлежат арабам. Им наплевать, кто вы, русская, армянка, китайка или чешка. Они не могут, исходя из вашей национальности, сделать какое-то действие. Это просто глупо и неприемлемо в данной ситуации. Вот и все. Поэтому, знаете, кому как повезло, кому как чего показалось. Дайте слово гостя сказать. Скажи, пожалуйста. А вот, кстати, Властемил пишет, идеальнее про Чеха е працават немецкую, не по Браковску. Вот он правильно написал. Извините, я сейчас еще часто ответишь. Нет, даже на слово. Просто предыдущий вопрос был. Как раз повторяясь по тем, почему Чехи едут работать. Вот идеальная, пишет ситуация, работать в Германии, в Австрии, но жить в Чехии. Понимаете? Вот что дело. То есть это точно такая же ситуация. Вот мне тоже идеально сейчас поехать в Силиконовую долину. Или, скажем так, мне идеальнее было бы быть влогером в Нью-Йорке. Да, нежели чем на русскую аудиторию вещать. Я бы больше гораздо зарабатывал в 10 раз. Понимаете? Сейчас я вообще ничего не зарабатываю. А там хоть что-то зарабатываю. Вот. И что? Ну да, но жить здесь. А если жить в Нью-Йорке, уже неинтересно. Вот и все. Ну, фигня какая-то. Так. И давайте ответим тогда на вопрос. Наташа, Наталья, а кем вы работаете в Германии сейчас? Что вы для себя выбрали? Расскажи, как ты откопала свои старинные дипломы? Да. Дело в том, что та профессия, у которой я работала последние 20 лет, она сейчас пока в принципе невозможна, потому что требует очень высокого знания языка. Она журналистом была. Вот. И поскольку язык у меня сейчас в процессе, я очень активно учу, языки у меня очень тяжело идут, на это требуется время. Вот я как бы хорошо, так ты образно сказала, я, значит, залезла в какой-то сундук, стряхнула пульс из своего медицинского диплома медсестры. Я никогда не работала, у меня красный диплом. Я вспомнила, как я очень хорошо делала уколы. Уколы. Да. Ну, здесь, конечно, обязанности медсестры сильно отличаются от того, что и очень сложный процесс подтверждения диплома. Но вот сейчас вот этим я занимаюсь. Но ты фактически подтвердила его, да? Ну, я сейчас считаюсь неподтвержденной, но в процессе это как бы вот мне еще осталось... Совсем чуть-чуть. Да, мне надо сдать экзамен, мне нужно немножко там часов добить. И ты будешь... Они скрупулезно, скрупулезно высчитывают часы. Ты должен там какое-то количество часов набрать, столько, сколько они учатся, проучиваются здесь, в Германии. Или здесь, в Чехии, там, в Германии. И тогда ты вот можешь делать уколы. Вот тут вопрос, сразу продолжение нашего разговора. Тот же самый человек, Того Дали, пишет мне, не в метро, в инфобудке, в Праге, нахамилы женщины. Вопрос, где тут можно купить билет в метро, и когда есть только кредитная карта, и нет мелочи. Смотрите, я еще раз говорю, это же индивидуальная ситуация. Во-первых, в будке в метро, я не знаю, кто там работает, и работает ли там вообще чех. Честно говоря, в будке в метро. Скорее всего, там, может быть, и чехи не работают. В данный момент это был не чех. Во-вторых, я не знаю, как вы спросили. И как показалось этой женщине, как вы спросили. Понимаете? Здесь только всяких вот зацепочек, кому-то что-то показалось. Как правило, все домыслы по поводу, мне, ко мне не так относятся, потому что я русский, или там, еврей, или армянин, там. Ну, в случае евреев, к сожалению, вы понимаете, что это было правдой, в большинстве случаев, в последние сто лет, или там, последние тысячи лет, да, что к евреям не очень хорошо относились. Это правда, да. Вот, а то в случае к русским, ну, не знаю, или там, к украинцам, я не знаю, я не слышал такого, как бы, то, что было здесь, какое-то было. Это, у нас, вы знаете, у нас здесь не существует, даже между национальных каких-то, в Прибалтике, но я не знаю Прибалтике, понимаете? Прибалтика, это тоже вопрос очень такой, вопрос, я знаю своих друзей, которые живут, например, там, в Вильнюсе, и не знают язык страны. Я не знаю язык страны, в той, в которой они живут, хотя живут они там практически с рождения, и не считают для себя даже нужным его учить. Вот, причем заявляя всегда и делая такое, это мы и они, они всегда говорят, то есть они никогда не, сами себя с этим народом не ассоциируют из той земли, на которой они живут. Но тут это другая история. То есть, я еще говорю, все тонко, все в ситуации, все, кто кому что как сказал, кому что-то, но, как правило, все это рождает какие-то вот просто вот накрученные у себя в голове восприятия. Такого вот отношения, что мне все нравится в этой стране, я очень люблю этих людей. Есть ли среди них плохие люди? Есть. Есть люди, которые меня обманули и кинули? Есть. Есть люди, которые мне помогли в трудный момент? Есть. Есть люди, которые придут в любой момент ко мне на помощь, как только я позвоню в ночи? Есть. Вы понимаете? Все точно так же, как и везде. Просто нужно язык знать, наверное. Вот и все. Все одинаково. Все люди во всем мире одинаковые. Есть такие, есть такие. Так, там меня же по-чистке люди переписываются. Нет, нет, пиши, Наталья, а если бы у вас не было угрожающей жизни ситуации, вы бы уехали в Германию или в Чехию, или вы не думали об эмиграции? В тот момент ты не думала вообще об эмиграции? Нет, в тот момент я, ну в тот момент, я же в тот момент была участником избирательной комиссии, членом избирательной комиссии, то есть я там была погружена полностью в жизнь. Политический процесс? Я бы даже не назвала это политическим процессом, потому что мне хотелось... А избирательная комиссия, это что за избирательная комиссия? Это те люди, которые обеспечивают непосредственно процесс выборов. Выборов кого тогда обеспечивали? Ну, я туда, кстати, пошла после вот этих вот позорных выборов президента, когда там был жаст, так когда я решила, что вот я живу, я хочу, если мы каждый будем следить за своим, убирать свой дворик, да? Ну да. Ну я пошла в нашу жизнь. Правильно, жизнь советского человека, к сожалению, да, она заканчивается дверью своей квартиры, да, никого ничего не интересует. Если бы все убирали свой дворик, да, а не только свою квартиру, то тогда было бы, наверное, больше толку, это правда, да. Но из-за этого у тебя ничего хорошего, я так поняла, не получилось. Ну я надеюсь, что хотя бы какой-то там, я в двух выборах... В двух дворах ты что-то делала. Я бы приняла участие в выборах, да, вот там не допустили никаких бросов, выбросов. Я не понимаю по... Ну да, тут ничего, они между собой переписываются о том, что нет проблем никаких ездить в Германию, если ты живешь на границе. Да, вы должны понимать, что, как, конечно, современный Европейский Союз, здесь нет никаких границ, и любой, там, чех или немец, они могут перемещаться там, или австриец, там, перемещаться друг к другу в государство. Работать там, без всяких проблем, возвращаться и так далее. Что? Перед нами в метро в магазине говорили на русском. Мой друг попросил билет, и нам почему-то на чешском сказали, что билеты не продают, идите к автомату. Внезапно с русского на чешский перешли. Перед нами в метро-магазине говорили на русский. Мой друг попросил билеты, и нам почему-то на чешском сказали, что билеты не продают, идите к автомату. А на каком должны были говорить в Чехии? Не совсем понимаю, да. Вы знаете, как правило, кажется все это, не знаю, честно. Но я не слышал, я никогда не натыкался. Ну зачем так демонстративно? Ну, демонстративно, знаете, как бывает? К сожалению, я не хочу в данном случае, Элис, как бы ни в коем случае вас обидеть. Но обычно я вижу, как это бывает. Наши соотечественники все, я имею в виду из постсоветского пространства, я называю всех их соотечественниками из СССР, к сожалению, не очень хорошо воспитаны. И, как правило, не умеют даже сказать, не вследствие того, что они плохие люди, нет, а вследствие того, что они достаточно закомплексованы и не умеют сказать не здрасте нормально, да, не, самое, и когда, если к человеку обратиться и не сказать здравствуйте там и так далее, может быть, может быть какая-то реакция такая, знаешь, какая-то сквозь пальцы, но, честно говоря, не знаю. Вообще, мне кажется, это уже из области психологии. Ну это из области психологии, да, что-то здесь, что-то здесь. Вы знаете, я думаю, что если мы чего-то ожидаем всегда, мы это притягиваем, оно само к нам попадается, вот, честно говоря. То есть, если мы боимся чего-то встретить, потому что вот этот вопрос, а как к нам здесь относятся, вот, я обсуждал, я об этом снимал много видео уже, даже не буду еще раз об этом говорить, он очень часто от наших соотечественников с вами, бывших, да, звучит. А как к нам здесь относятся, да какой вы человек так и относитесь, я еще раз повторюсь, миллионно сто первый раз. Если вы умеете себя хорошо вести, вежливо, да. Да тоже, это все так настолько индивидуально. Ну да, это все индивидуально, да. А вот это, как хорошо поговорка, всем мил не будешь, да. Ну да, всем мил не будешь, да. Если, люди разные встречаются, конечно. Так, если я говорю на чешском, в случае моего, ни с каким негативом я никогда не сталкивался. Вот я тоже, я в Чехии тоже, нет, я с тобой не соглашусь тоже, потому что я здесь действительно не столкнулся ни разу с негативом. То есть, достаточно улыбнуться человеку здесь, и все, у тебя сразу все хорошо. У них это действует как позывной. А, улыбнулся, значит, я ему тоже улыбнулся. Но если ты приходишь и что-то просишь на русском языке, тем более, что, может быть, на русском обращаешься, когда можешь вызвать какую-то негативную реакцию у людей, а с какого ты, собственно говоря, здесь... Я, ну, в большинстве случаев, то есть, не делаю из этого трагедию, а просто, ну, подошел, попросил билет у кого-то другого, например, спросил. Почему вы не? Зачем как-то, да? Наверное, они так и сделали. Ну, может быть, не знаю, трудно сказать, сейчас здесь... Мне показалось, что тоже, может, подумали, что это было невежливо, но мы не расстроились. Вот, и отлично. И правильно, вот, на такие моменты лучше не обращать внимания. Не, вот правильно, Элис, не задумываться вообще о том, кто чему-кому сказал. Ну, было у нее плохое настроение, может, ему жена не дала, или, извините, извиняюсь за выражение, или его жена бросила, имеется в виду, или ее муж бросил. И вот вы попали в тот момент, когда он только что трубку повесил, сказал, что я сегодня не приду, я пошел к своей, там, вареньке ночевать. И все, и в этот момент тебе говорят, а как здесь билет, объясните, пожалуйста. Он basically, да идите вы там, вот у вас табличка там, идите туда, нахрен. Ну, может такое быть, может быть так. У каждого из нас такая ситуация может быть, правильно, в жизни. Ну, теоретически. Так что... Ну, у тебя ж никогда не было так, никогда? Ну, у меня никогда не было, потому что... Ну, не пошлешь на табличку? Не, я не пошел на табличку, но это я не пошлю. Ну, понимаете, ну, таких, как, еще раз говорю, таких, как я больше нет. Так как ты тоже. Так, никто не может обидеться, все зависит от того, кому как относится. Да, кто как к этому относится. Мне показалось, что да, 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 да. вы скучаете по россии хотели бы вы вернуться обратно скучается я скучаю по россии и мне конечно очень не хватает моих друзей коллег русского языка да давайте так действительно это не сними я поправлю тебя наверное все-таки это не скучание по россии скучание по общению общению которому ты привык это не какие-то местности это не по березкам земля она меняется постоянно вот например я не был там как-то в москве 7 лет приехал через 7 лет я вообще не узнал своего города вообще это не мой город там другие здания другие тротуары другие улицы другие дома в этих домах живут другие люди совершенно понимаете о чем мы можем говорить скучают люди обычно по общению которого нет в частности в моем случае было все проще потому что это было там постепенно и так далее в случае наталья у него было все очень быстро и сирийцами и албанцами и сирийцами албанцами на борту условно говоря да то есть от высоких материй обсуждения философии да человек который был высокоинтеллигентным попадает в среду который он просто не привык поэтому тоже здесь спрашивать о том как вам там скучать несколько показку скучает когда у нее появится круг знакомств она фактически это только недавно все происходит я думаю что у тебя уже не будет таких проблем правильный вообще особых проблем нет ну просто действительно назвать этой проблемы я тоже не могу ну да проблема нельзя потому что есть интернет есть интернет есть скайп есть ватсап есть можно всегда позвонить и вообще не потрогать потрогать нельзя и не попить чайку и не попить чай куда в чехии живут на одну зарплату или как в россии надо крутиться виктора как здесь прокрутишься ну конечно когда есть дополнительный какой-то заработок это всегда хорошо но в целом конечно народ живет на зарплату люди живут в общем живут на зарплату получает зарплату самая отдача что ты прокрутишься а когда у тебя есть время крутиться если работаешь 8 часов там или 10 часов в день как куда уже все ты пришел домой убитый у тебя еще дома дети тебе их надо накормить какой здесь дополнительный заработок ну там купил продай что-то да может быть ну где-то да но не всем это дано точно так же да люди бывают с умением заниматься какими такими купи продай бизнесом да а другие не умеют кто-то делает хобби кто-то делает картины все по-разному но в целом живут на зарплату конечно такого чтобы просто крутиться так нет мне кажется что негатив можно встретить везде но 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 тот вопрос как и кто отреагирует я всегда ладусь и дуя слишком коротко чтобы тратить на это время совершенно правильно ли когда совершенно правильно так владимир скажите если в праге какая-то юридическая организация оказывает помощь иммигрантам консультации так далее да такая организация есть и очень много и не одна их миллионы если вы зайдете даже на сайт министерства внутренних дел то есть мвд да там в разделе для иностранцев там есть перечень множества организаций которые благотворительно совершенно помогают в адаптации в каких-то курсах даже бесплатных еще что то есть это конечно все есть безусловно так у меня в метро в чехии такая ситуация была но к ним на английском обратился мне кажется а знаете знаете какая у меня была ситуация в метро в чехии вот еду я как-то в метро чехии когда еще вообще чешского не знал это самое с билетиком в кармане который там пробивается при входе время знаете да и едешь с ним там в течение того времени и вот я еду с этим билетиком и потом подходит ко мне дяденька такой занюханный занюханный на бомжа похоже и какой-то значок протекает я говорю слушай уйди отсюда мне не нужны твои значки я не покупаю никаких значков он опять меня обгоняет и опять суёт мне этот значок в нос я говорю да не покупаю я значков улыбаясь ему говорю я не могу мне это не нужно и потом мне один там человек говорит это контролер вот такая ситуация отчего от того что я языка не знал то что я не понимал что человек я обидел контролера назвал его продавцом значков это знаете как гаишник он продавец волосатых палочек приблизительно так же не он ржал надо мной на самом деле потому что я от него отбивался говорил не нужен мне твой значок уйди отсюда не хочу покупать случай был у коллеги итальянцы с работой стоял на остановке ему подошла с картой наша отечественная чтобы узнать как добраться на начало с ним на на русском общаться вместо английского это то о чем я говорю он что-то думает что все здесь должны по-русски говорить но это всем не так бывает кстати а помнишь сегодня случай мороженого то же самое классический не понимание да тоже какой-то да спасибо так вы вы часто перебиваете собеседницы не даете высказать мысль я не даю тебе высказать мысль скажем зачем зачем я тебе не даю просто мысли я ее я ее направляю я постараюсь этого не делать хорошо таня так наталья как я поняла бы медсестра возможно ли прожить на зарплату медсестре двумя несовершеннолетними детьми хороший вопрос сколько получает медсестра ну опять же все зависит от того сколько давай начнем среднем просто на на старте где-то около 2000 соответственно минус налоги мало вообще вообще медсестры медсестры минус налоги это существенно сколько с 2000 евро платье налоги дело в том что меня неправильно поняли я жить еще не медсестра я же говоря подтверждаю я спрашивала сначала стартуешь с 2000 налоги же вообще очень германии это где-то получится я не хочу брать где-то тысячи полторы может там тысяча тысяч четыреста вообще сумма небольшая вообще медсестры они не относятся к высокооплачиваемой категории в отличие от врачей можно ли на эти деньги прокормить вот вот ты сейчас совершенно справедливый вопрос а вот ты сейчас пошла в эту тему сможешь ли ты прокормить как ты считаешь знаешь прокормить смогу шоковать не буду однозначно ну то есть у тебя будет принципе получатство на то что ты получала получать что человек который мне сказал что можно получать пособие и то же самое будешь или ты все-таки больше будешь зарабатывать как я считал примерно начале примерно то же самое начале а потом это сумма растет знаете я боюсь что наташа сейчас они ответят нам на этот вопрос сто процентов потому что она эту тему до конца еще не знаю процессе да и там же у них как у медиков если кто из вас медики вы знаете там есть какие-то вас на бабки какие-то бонусы там за что-то за переработки какие-то да и там конечно может набегать достаточно нормально у меня у друзей кто в германии работает у меня есть друзья ребятам они правда врачи но он набегает за всякие дежурства привычки а не путай врачей медсестер совершенно разные ситуации можно ли за медсестры стать врачом ну если проучиться там еще лет 5 сначала до конца это 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 одно из другого никак не вытекает так же я так 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 почему-то многие приезжие соотечественники считают что все должны понимать их по-русски ну да да нет они так не считают просто видимо они не владеют я думаю что они владеют никаким другим языком просто уровень культуры не заставляет им не стимулирует не стимулирует их до выучить хотя бы парочку-троечку слов потому что честно говоря можно говорить на любом языке если ты просто хотя бы к человеку обратишься и добрый дня то есть здравствуйте да или там скажешь ему там одно слово пожалуйста например все больше ничего и не нужно человек уже растаял видит что тебе тяжело и он на любом языке растает когда ты обращаешься к кому-то так как я днем был на одно водохранилище в праге на конечной станции гаи на пляже все было всегда одна компания итог это пьяная причем говорящие на русском которые бы убили себя вызывающие было противно так сожалению к сожалению это так но мы не будем говорить что весь русскоязычный народ не расскажите про собеседование в посольстве слышал что там устранят настоящий допрос какие вопросы обычно задают пишет василий гончаров это уже больше ко мне никто не спрашивает если про собеседование на статус беженца ответим сейчас на другой вопрос в консульстве когда вы пойдете у вас будет собеседование да безусловно а да там никакого нет но вам нужно знать все пароли и явки что это значит вам будет задавать конкретный вопрос вы хотите учиться да зачем что вы хотите делать после своей учебы и вам всегда нужно иметь правильный на этот ответ он не в смысле правильный вы говорите правду говорите правду то что вы хотите реально сделать главное чтобы вы знали где вы будете жить адрес этого заведения там общежития квартира и счета их не устраивает вопросы когда а я приеду разберусь вот этого не надо потому что они этого как раз больше всего боятся всем нужно конкретно конкретика да нужно конкретии если вы будете на все отвечать конкретно то есть тогда никаких вопросов не будет а где вы будете жить улица там такая дом такой-то квартир такая-то а что там уже были да я уже там был. А там есть чайник? Да, там есть чайник. Ну, условно говоря, вот такого плана. Они начинают вот такие вот вопросы. И когда человек теряется, когда он не может ответить, они не будут вникать, почему. Ну, вот, например, скажем так, у меня один человек, имеющий здесь недвижимость, несколько квартир, пошел на собеседование для того, чтобы ему дали какую-то там долгую визу. Его спросили, а вы знаете адреса своих квартир? Ну, я-то понимаю, он действительно не запомнил эти улицы, они были очень так дурные, и он просто не смог назвать название улиц. Я его не виню в этом, потому что он этим не занимался. У него есть люди, которые там помогают с уборкой этих квартир, там, да, из их там сдачи, там, или еще что-то. Да не знает он этих улиц. Он и не сказал. Ну, так ему ничего не дали. Ну, вот и все. То есть, вот такой ответ. То есть, нужно знать по руле. Там сидят совершенно обычные люди, которые приглашают на три года работать. По закону они не могут больше трех лет работать в одном месте, их перенаправляют потом в другое консульство, да, или домой. Вот. И они вот туда приезжают и хотят услышать просто, как у них в табличке написано ответы на вопрос. Все. Так. Наталья Владимировна, спасибо за ответы. Хорошо, что есть люди, которым не бездаличны другие. Не за что. Пора уходить, говорят. Пока-пока, пока, Александр. Вы медицинский ассистент? Тебя спрашивают. Вы же... Нет, я не ассистент. Есть такое понятие, там, допустим, ассистент фармаколога, ассистент доктора. Вот, кстати говоря, про ассистента доктора, вот этот вопрос, по-моему, можно рассматривать потом, дальше, пока, после того, как я тут подтвержу. Счастливый житель, Александр, да, вы будете жить на зарплату медсестры в Германии абсолютно не хуже, если бы вы жили на зарплату медсестры в России. Ну, я не совсем просто понял. Она же уехала не по собственной вине, как бы, из России. Я не была медсестрой в Германии. Она не была медсестрой в Германии, она была журналистом и хорошей зарплатой. Если принимают документы без собеседования, это хороший знак или дурной? А что значит принимают документы? Это имеется в виду, наверное, в случае здесь, в Чехии. Это хороший знак. Почему? Это хороший, значит, вам это не нужно, наверное, Лиза. Я так думаю, да? Обычно без собеседования, ну, или, может, вас позовут потом на собеседование, я не знаю, может, вас пригласят еще, если я не совсем понимаю, просто, на какой тип визы вы там подавались. На зарплату медсестры в России двоих детей не прокормишь. Вот, да, это, к сожалению, правда. Я не знаю, но, по-моему... Это да, да. Не, ну, о чем мы сейчас? Там... Вообще, медицина в России – это отдельная тема. Это набор коньяков, взяток и всего остального. Какие есть люди, большой буквы медики? Вот, когда начинают уголовно ругать, я прям... Меня не ругаю по голову, но у меня есть близкие друзья, медики, которые меня вручали, помогали, и они действительно с большой буквы люди, но они живут в этом мире и в этой системе, которая абсолютно себя исчерпала, я так считаю, вообще, потому что это вот система... Низкая зарплата за то, у тебя есть возможность брать коньяк, который никто, наверное, уже не может видеть. Мне люди по призванию просто там... Ну, я знаю людей... Нет, я никого не обвиняю, говорю, что система неправильная. Ну, какое там призвание принес? Да ладно, коньяк, коньяк... А что, не так, что ли? Ну, не знаю. Ну, пойди устрой себе. Пойди устрой свою там бабушку или куда-нибудь положи в больницу. Посмотрим, как из этого все получается. Я не знаю, потому что у меня была с этой... Вот, дорогой Иджи Мадр пишет, что он не знает никого, кому бы мешал русский, украинец, и который ему как-нибудь бы не так ответил бы. Поэтому это все полная хрень, друзья мои. Все зависит от ситуации, наверное, конкретной. Не знаю, что там произошло, как это было, что человек понял, как он понял вас, как вы поняли его. Непонятно. Так, Лика пишет. В Праге, в аптеке работник на патях, скажем так, общался с моим мужем, стоял в очередь. Никто даже слова не искал, пока муж не купил лекарство ребенку. Ну, вот пример. Какого цвета чайник, спрашивают? И когда, в каком году его купили? Да нет, ну, конечно, нет. Не спрашивают, потому что они не знают, какого цвета чайник. Но теоретически могут быть какие-то такие странные вопросы. Они были у многих моих друзей. Совершенно для того, чтобы сбить человека с толку просто. Молодец, Наталья, на таких мер держится. Ну, конечно, Наташечка у нас супер. Давай, давай, не бурьми, да? Нет, она герой. Я, честно говоря, ей всегда восхищался. И много вам о ней рассказывал. Говорил, что я знаю, что происходит в этих лагерях. Потому что у меня там есть человек, который там находится в данный момент. И, конечно, ты молодец, что ты не отчаялась и свою семью спасала. Молодец. Вот давай дальше. Какие вопросы? Не в консульстве, а когда... А, такие вопросы на беженство в консульстве? Нет. Илья, там люди спрашивали уже про Чехию, про это самое. А что вот задают? Сейчас ты расскажи, расскажи нам, как было собеседование, проходило у тебя в собеседовании беженства. А просто вдруг кто-нибудь... Ну, вдруг какая-то ситуация бывает, расскажи нам. Нет, кто-то захочет, например, ну, вдруг какой-то вариант с беженством, да? На самом деле это все очень сложно. Очень сложно, друзья мои, беженство, если это липовый вариант, ну, очень... Может быть, конечно, кто-то как-то делает, но я не знаю. Это настолько сложно. Нет, ну, в Америке я знаю, что многие приезжают, выдумывают какие-то истории, там, делают себе беженство, но на самом деле там есть адвокаты, которыми занимаются. А здесь, кстати, есть адвокаты, которые занимаются в Германии такими вопросами. Да, есть адвокаты. И ты даже можешь с адвокатом прийти на собеседование, и он будет присутствовать. То есть, есть тоже иммиграционные такие адвокаты, да? Да, да, это все есть. И активно этим пользуются многие. У меня, кстати, не было никакого адвоката. Со мной беседовали 4 часа. Вы, наверное, пишите, что когда в Россию поедете, вы же ПМЖ получили. Вы, наверное, плохо понимаете ситуацию. Вы, наверное, плохо ситуацию понимаете. Она уже уехала не просто, чтобы ПМЖ получить в Германии, она уехала, потому что ситуация угрожала ее жизнью. В ближайшее время, пока ситуация не изменится, она не изменится, она туда не поедет, к сожалению. Да. К сожалению, это просто невозможно. А что, документы еще не получили, да? Что за получили документы, не знаю. Можно выдумать цвет чайника, они ведь это не проверят. Да, можно выдумать цвет чайника, безусловно, никто не проверит никогда. Ну, не знаю. Но, вы понимаете, там бывают всякие вопросы, но такого глупого. Я уж, честно говоря, сейчас и не вспомню. А, меня спрашиваете, поеду ли я в Россию? Я просто не понял. Я в Россию, да, честно говоря, у меня там ничего нет. Зачем? Я там прожил, я там все знаю, да? Людей я знаю. Я прожил там большую часть своей сознательной жизни. Фактически почти 40 лет, там чуть меньше. И у меня там ничего нет. У меня там не бизнес. У меня нет, даже друзей у меня уже там нет, честно я вам хочу сказать. То есть, есть друзья, но вот благодаря YouTube, да, у меня появляются какие-то друзья знакомые, да? Грубо говоря. А так меня, честно говоря, никто там не ждет. Слушай, Володя, ты сказала, что ты там все знаешь. А вот куда ты хочешь поехать, где ты ничего не знаешь? В Россию? Нет, вообще. Ты сказала, в Россию ты все знаешь? Нет, она меня спрашивает, как это. Я поняла. А вот куда ты хочешь поехать? В России. В мире вообще. Есть это какая-то вот... Да, я бы очень много хотел путешествовать, честно говоря. Я хотел бы много путешествовать, но у меня просто нет столько денег, друзья мои, чтобы путешествовать. Да, поэтому пока приходится путешествовать по Чихе. Только. Благодаря тебе. Благодаря мне столько всего знаете, да. Но я дальше буду как-то расширять свои диапазоны. Я хотел бы очень много, конечно, посетить стран, но не мест. Но. А в Россию? Да нет, я не хочу. Я там уже везде был. Таня изъездила. Вот тоже все в России. Что мне там делать? Все я там видел, все я знаю. Ты у вас таки был? Я был. Где-то. Где-то не был. Но, честно говоря, я не хочу никуда. Ну, давай дальше. Ну, это честно, я честно отвечаю. Нужно ли нанимать переводчика с чешского языка на собеседование в посольстве, или его там предоставят? Если вы идете в консульство русское, вы сможете ввести на русском языке абсолютно вам не нужен переводчик. Но вы можете всегда взять с тобой человека, своего адвоката, которому вы предоставите доверенность. Это может быть какой-то чех, например, из числа людей, который будет вместе с вами там находиться. В посольстве переводчика не предоставляют это точно. Они говорят с вами по-русски нормально. Они не будут говорить с вами по-чешски. Всегда в любой стране, например, в Чехии, в России, если консульство, то там будут говорить по-русски. Если вы в Чехии в консульство пойдете, в американское, например, с вами будут вас спросить, вы хотите говорить по-чешски, будете говорить по-чешски. Ну, то есть, в общем, проблем нет с русским языком, нет там проблем никаких. Наталья, вашим детям нравится в Германии? Да, хороший вопрос. Этот процесс, я не могу сказать статично, что вот им нравится или не нравится. Изначально, когда они только приехали без языка, это был такой огромный стресс, это было такое неприятие страны, неприятие ситуации, неприятие всего, что я даже в какой-то момент думаю, надо с психологами этот вопрос решать. Потом, по мере изучения языка, становится все легче и легче, и дети уже достаточно взрослые, что они могут оценивать свое состояние достаточно, и вот средняя мне даже говорит, чем больше язык свободнее, тем мне легче, тем я лучше воспринимаю страну, тем больше мне здесь нравится. Вот так. Извините, смотрю не сначала, а почему вы выбрали именно Германию? Нет, не отвечала. А я не выбирала именно Германию в тот момент, когда я поняла, что срочно, срочно мне нужно эвакуироваться. У меня была виза в Америку, я могла, в принципе, поехать в Америку. И у нас с дочерью, у обеих была немецкая виза, поэтому мы поехали в Германию обе. Просто потому, что была виза в Америку. Если бы это произошло на полгода раньше, мы были бы во Франции. У меня к тому времени была годовая или двухгода, я уж не помню, французская виза. Это все обусловно. А почему, действительно, почему Германия, почему Ганнольер? Нет. Почему мы туда, потому что туда сначала прилетели, но у вас были визы, вы могли переехать в другой город. Или это есть определенный закон, куда прилетел, там и должен податься. Нет, я не знаю, я вообще, ты знаешь, у меня было такое... Ты просто не думала. У меня была просто паника. Это была паника, это просто была виза, куда мы могли обе поехать, и мы туда поехали. И просто, на самом деле, это была... Ну, Ганнольвер и Ганнольвер, мы хотели перед этим... У нас было запланировано путешествие, подарок для нее на выпускной. Мы хотели доехать до Нойшвань. Ной, Шван, Шван, Штайн. Нойш. Я все время хочу сказать Швайн, Швайн это на самом деле Нойш. Знаешь, как переводится? Ной это новые, Шван это лебеди, Штайн это камни. А я почему сегодня говорю не Шван, а Швайн? Швайн это свинья. Это очень... Немцы очень забавляют. Озеро со свиньями. Да, да. Ник, рядом с вами столько стран, мне кажется, не так много нужно денег для путешествия. Дорогая или дорогой, я не знаю, как вас, мужчина или женщина, сиди за этим ником красивым. Я, конечно, я езжу в Германию, в Германию что-то снимаю, и в Австрию поеду, вот, что-то сниму. Это все, да. Тут еще работа накладывается, конечно. Мне просто... Ведь время свободное, да, и дети учатся, и нужно семью кормить. И поэтому тут еще так в этом смысле не путешествуют. Тут, когда они вырастут, когда они уже не будут требовать нашего внимания, я тогда смогу более быть свободен в своих масштабах. А так, я считаю, что самое главное для меня это максимальное количество времени проводить вместе со своей семьей. Ну, чудесно. Ну, да. Детям тяжело в немецкой школе? Это уже... Мы отвечали уже же... Тяжело, очень тяжело. А, про программу, про программу. Программу, они сейчас учатся в нормальной, в обычном немецком классе, в реальшуле. У них тут многоуровневая система. Есть самая низкая, в аутшуле, есть реальшуле, есть гигназия. Но они учатся наравне с немцами, а языковой уровень у них совсем другой, соответственно. Сложно. Девчонкам очень сложно. Но они это делают... Ну, давай вернемся... Мы почему-то перескочили с этой фразы. Получается, что ты сказала одну очень ключевую вещь. С того момента, как они стали лучше знать язык, их страхи и какие-то негативные моменты, которые они начинали испытывать от немецкой жизни, стали уходить. Это так? Ну, это не страх, это невозможность просто полноценно функционировать, понимаешь? Если тебя не получается... Нет, ты не поняла, но все-таки это страхи все равно. То есть, они сначала устраивали тебе какую-то панику. Я не могу это, наверное, так, да? Да, да, да. А потом вдруг они, когда у них открылись горизонты... Не вдруг, потому что не вдруг. Горизонты открываются постепенно, и ты начинаешь дышать свободнее. И вот что сейчас, если ты скажешь, помнишь, как ты мне это говорила? А мы это обсуждаем. А мы это обсуждаем. Они сами это говорят. Мы видим, что вот это все лучше и легче с каждым разом, с каждым днем. Учите язык, друзья мои. Язык – это ключ ко всему. Язык – это ключ ко всему. То есть, если... Я поэтому еще раз говорю, для многих людей, друзей, которые меня смотрят, потенциальных, скажем так, людей, которые хотят, либо в Чехию, там, не знаю, в Германию, куда-нибудь еще, учите язык. Это самое главное. Не обрекайте себя на вот этот вот туман, в который вы можете опуститься, где вы не будете понимать вообще, куда вам пойти. Простите меня, как купить там билет на автобусы. Это будет повергать все вас в панику, потому что вы не будете... Не это, не это, не надо, а как, а как, что? А где, к чему? Учите язык. Не так много можно знать всего, да, в языке, по большому счету, для того, чтобы... Нет, немецкий очень сложный. Ну, и тем не менее... Нет, нет, нет. Я хочу сказать, что несмотря на то, что он очень сложный... Немецкий – один из самых, на самом деле, не таких сложных языков. Нет, нет, он один из самых сложных. Но тем не менее, несмотря на то, что я вот просто в другом языках, английский... Ну, ты знал английский уже, пусть английский, немецкий... Они разные. Они разные, но они учатся очень просто. Я хочу сказать, что... Там все похоже. Тяжело, но даже такая тупица, как я, с полной неспособностью к языкам... Это она, тупица, друзья мои. Я уже имею B1, сертификат, и у меня уже на B2. Нет, я как раз наоборот хочу сказать, что как бы ни было тяжело, это не невозможно. Это не невозможно. Да, так вот, как я учила язык в Германии, я учила самостоятельно. Я учила... Мы долгое время жили в немецкой семье, и многие думают, что я бы училась это потому, что я жила с немцами. Мы с ними общались только на английском, потому что для них это было слишком тяжело, неудобно, некомфортно, вот это проще. У меня английский достаточно свободный, у них английский свободный, вот мы так общались. А учила я просто, сидела онлайн, есть очень хорошие онлайн, Deutsche Welle, например, но это уже для продвинутых есть, те, которые базовые тоже программы. Все это есть в интернете, все это можно себе скачать на телефон. То есть ты учила сама? Я учила сама. Она молоденькая, она так хорошо, она даже поет по-немецки у меня теперь. Сидела в машине и пела по-немецки, молочинка. Вот хотят Танечке передать привет, даже несмотря на то, что ее здесь нет. Вы знаете, ее может здесь нет, но она точно может сейчас в данный момент, минуту смотреть. А нет, тут здесь стула некуда поставить просто, поэтому не пришла. Я передам. Добудьте мне Чеха в Израиле или Чешку. Зачем? Володь. Ну, где же тебя достать-то такой? Я не знаю. Во-первых, есть скайп. Я не понимаю, Володь, в чем проблема? Ну, по скайпу же можно заниматься спокойно, вообще без проблем. Сейчас нет проблем никаких. Тебе нужно найти преподавателя по скайпу, я найду, если скажешь. У меня нет программы. Есть программа, но, кстати, по скайпу получается достаточно недорого и вполне доступно. Вы еще венгерский язык не слышали, да, да, да. Но немецкого хватает. Не, венгерский, Лика, я понимаю, о чем вы говорите. Я как-то, да, понимаю. Там вообще, конечно, черт ногу сломит для неопытного человека. Они прячутся. Как вы видите, сразу разбегаются, да. Ну, да. Так, что мы еще с тобой не обсудили? Вообще, тема у нас получилась как-то все время замыкается на Чехии, ну, потому что я здесь сижу, надо было меня отсюда удалить и оставить одну. Видишь, я тебя еще перебиваю постоянно. Друзья мои, я ее не перебиваю, на самом деле, я еще раз хочу сказать, что я ее, конечно, перебиваю для того, чтобы скомпонировать, скомпоновать, потому что она может растекаться в мыслях, и я поэтому как бы ее собираю. Почему я это имею право делать? Потому что я перед этим все это слышал, все это знаю, все, что она рассказывает, я уже слышал от нее, рассказанное мне, и может быть, даже не один раз. Поэтому, как бы, я позволяю себе немножко вот, как бы, направлять, корректировать. Да, она не против. Вот. Но, ты не против? Не против, не против. Ну, все. Я, наверное, узнала пока что. А вы продаете услуги по юридическому консульциалу ПВЖ и ПВЖ в Чехии? Я оказываю консультации по скайпу иногда за помощь моему каналу. Это я делаю, честно, я вам хочу сказать. Если какие-то сложные ситуации, я могу в этом вам помочь. Вот. Потому что иначе, получается, несправедливо. Это отнимает массу времени, на самом деле. Отнимает массу времени, потому что нужно и подготовиться по вопросу, и так далее, и так далее, и так далее. И я, конечно, многие пишут мне просто какие-то консультации. Я когда быстро что-то ответить, я успеваю и отвечу, конечно. Но если нет, если это требуется, там, какой-то долгий разговор, то, как правило, я прошу помочь моему каналу. Потому что денег я на него трачу очень много и так далее. Кстати, вот где там, вот здесь вот есть мой PayPal, там, Киви. Можно мне чем-то помогать, если вам нравится. Так. Сколько было вашей старшей дочери на той момент? Это я. 16. Это было, значит, старшей дочери было 16, а младшим было 4, ты сказала, 13 и 12, да? Нет, это им было 11. 11, 13 и 16. Вот так было. Но та дочка сказала... 17, нет. 17. Ну, та дочка, с которой она была вот с самого начала, это ей было 17 лет, она была с ней. А потом вот эти две маленькие приехали попозже. 17 лет ей было. Мне технику чтения и произношения надо ставить. Скайп тут не поможет. Очень даже поможет. Очень даже поможет. Как тебе скайп не поможет. Берешь перед человеком, читаешь текст, он тебе все говорит. Текст тоже самое. Тоже самое, конечно, нет. Ну, а что ты? Я считаю, что поможет Володя. Володя активный наш этот самый слушатель, зритель. Ну, все, мы, наверное, уже так у себя вспомнили. Ну, мы так по основному, да, мы все сказали так. Моя дочь по скайпу учит чешский, а я пересматриваю и потом тоже учу. Все проходит отлично, отлично. Вот хороший... Мне так нравится ник «Счастливый житель». Вот такое хорошее мнение. Ник «Позитивный». Позитивный. Сразу виду позитивный человек, счастливый житель. Мы тоже счастливые. Правда, не всегда. Иногда бывает, хочется кого-то матом послать, но я сдерживаюсь. Я не имею в виду зрителей, а так по жизни. Вот. Ну, спрашивайте еще напоследок что-нибудь. По скайпу можно с носителем заниматься, конечно. Откуда пошло в Чехии, что у них многие крыши с окнами? Ха, ну как-то, не знаю. Наверное, из конфигурации крыши пошло. Конфигурация крыши. Почему только Чехия? Это вся Европа такая, с крыши с окнами. Мансардные крыши. Мансардные этажи. И все просто используется рационально. Вся Франция, вся Германия. Везде, ну, так. Владимир, я понял, выучите язык. А, это про Израиль. Владимир спрашивает. Наверняка есть у вас в Израиле курсы какие-то. Не может быть. Может, там просто в крупных городах. Может, Толярию, там я не знаю. Нет, может, и не выйти курсы в чешском. Слушай, если есть курсы польского, почему не будут курсы чешского? Я узнаю, что курсы польского есть тоже. Ну, мы не можем так утверждать, откуда ты знаешь, почему ты так утверждаешь. Да, не знаю. Хотя... Но твои это поскакивать-то можно. Хотя... А есть, вот, кстати, да, девочка из Израиля, блогер, моя подруга Оля. Поэтому можно у нее спросить. Она, правда, польским сейчас занималась, но она Чехии не интересовалась. Наверняка она знает про чешские курсы. Наталья, планируете в Германии до пенсии закрепиться или можете переехать в ту же Чехию? Честно говоря, я ничего не планирую. Я просто вот живу... Слушайте, мы еще что-то как-то так вот до пенсии-то не думали, да? Мы с тобой с ней обсуждали, кстати, этот вопрос. Мы еще все-таки не состарились совсем сильно, чтобы про пенсию думать. Как ты думаешь? Ну, у меня вообще пенсия, наверное, и не светит. Ребята, нам не светит никакая пенсия, это правда, что? Ну как, светит какая-то, наверное, социальная? Наверное. По нижней... Нет, ей пока не светит, пока нет. Но когда она получит постоянное место жительства, через... Тогда да, да? Тогда будет уже светить. Я как-то об этом даже и не задумывалась. Нет, мне-то светит пенсия, да. Ну какая мне пенсия светит? Ну минимальная какая-то, я даже не знаю, 10 тысяч крон. Здесь все равно все работают, даже на пенсии работают. Ну а как иначе не прокормиться? Иначе... Ну, конечно, если где-то в избушке жить, можно на 10 тысяч крон прожить. Наверное, все равно работать, что-то делать. Наталья, спасибо большое. Вы меня теперь еще больше смотивировали на переезд. Куда? Куда? Это не важно, куда. Друзья мои, мы просто... Я хотел еще раз... Игорь... А Игорь... Вопросы кончились. На самом деле, я... Правильно, наверное, мое решение было, что я решил сделать вот такую онлайн-трансляцию, чтобы вы имели возможность спросить. Я все-таки отдаю вот, как бы, дань уважения этому героизму Натальи, которая... Ну правда. Наташа, но ты не понимаешь, что на это не способны многие люди, как бы, да? На самом деле, совершать вот такие вот быстрые принятия решений, быстрые смену, отказ от всех каких-то ценностей, которые у тебя были, и переход к чему-то новому, совершенно неизвестному. И более того, имея на руках детей. И просто я хотел доказать вам в какой-то степени, что ничего страшного нет в любой ситуации, из любой ситуации. Я не связан с эмиграцией конкретно, да? Есть выход. Всегда есть выход. Из любой ситуации. Но как минимум есть выбор, да? Нет? Как минимум. Есть выбор, да? Ну и за выбором, да. В Праге снимал квартиру с террасы, к нам подлетел квадрокоптер и зависть над нами. Есть ли какие-то ограничения на них? Да, на квадрокоптере есть ограничения. Я об этом говорил во многих своих видео. Вы даже не сблирулись, да? В частности, многие не знают, особенно русские туристы, которые здесь приезжают, и русские блогеры, которые сюда приезжают, и не знают, что их могут очень хорошо оштрафовать. Потому что в черте города летать на дроне можно только с определенным разрешением. Для того, которое получить нужно, это фактически летные такие права, и плюс страховка гражданской ответственности. Если ваш дрон упадет кому-то на машину, или еще куда-то, или на балкон, то вам не придется за это платить, заплатить страховая компания. Собственно говоря, вот это все нужно. И есть места, в которых летать нельзя ни при каких разрешениях. Это Пражский град, например. Вы не можете летать вокруг Пражского града, вас моментально там повяжут. Вы не можете летать около любых военных каких-то и стратегических объектов, которыми считаются электростанции. Какие-то, может быть, плотины с электростанции, там еще что-то. Там нигде летать нельзя. Летайте в лесах, лугах, над замками, над какими-нибудь в лесах. Это запросто. Как птички. Это запросто. Все остальное, все остальное только через разрешение или вообще нельзя. Нет, дрон Владимира не летает над городом больше. После того, как мой дрон упал, неожиданно просто, я понял, что я над городом летать не хочу, ни при каких условиях. Потому что это может повлечь за собой смерть, несчастную, непредвиденную смерть какого-нибудь человека. А он такой тяжелый, да? Ну, когда даже дрон, который падает с 50-метровой высоты, кто здесь есть у нас, здесь физики, да, могут посчитать. А я не знаю, сколько весит он. Дрон 800 грамм, например. Вот это да. 800 грамм он убивает, точно, это смерть. С 50-метровой высоты он будет весить сколько? Ну, как там? Ну, скорее надо... Ну-ка, 800 грамм весит дрон, падает с 50-метровой высоты. Хотя бы. А может и со 100-метровой. Давайте со 100-метровой возьмем. Наталья, приходите к нам еще. Мы тоже хотим, чтобы она к нам приходила, но она вот первый раз смогла ко мне выбраться, к нам с Таней. Потому что она ехала 7 часов на Бла-Бла-Кар. Бла-Бла-Кар это такой сервис, который позволяет найти попутчика в ту или иную часть, которая едет на машине. Он с вас возьмет какие-то небольшие деньги. 30 евро с меня взяла. Деньги 30 евро в данном случае взяла. На бензин там тоже компенсировать себе все. И плюс у нее появляются попутчики, почему? С которыми может Бла-Бла-Бла делать. Вот. В частности, она проделала Бла-Бла-Бла 7 часов. С кем-то там в машине сколько было? 4 человека, да? 4, да. 4 человека, это расстояние было 650 километров. Заранее всех ты можешь посмотреть, отзывы. Да, заранее вы можете на сайте увидеть всех людей, кто с вами будет ехать. Отзывы об этих людях, там фотографии, да, их есть, наверное. Вот. И понять, годится вам человек в попутчике или нет. Владимир, добрый вечер, пенсионер старше 70 лет имеет право на бесплатный проезд? Да, пенсионеры и дети до 15 лет имеют право на бесплатный проезд. Это так и есть. И даже не гражданин Чехии и даже не гражданин ЕС. Многие русские пенсионеры, которые приезжают сюда, я знал просто, и украинские друзья тоже приезжали, естественно. Ну, то есть, из стран не европейского Содружества, они, можно получить такое разрешение, как бы, это делается, по-моему. Я, честно говоря, не помню, об этом говорилось в каком-то даже из видео. Я, честно говоря, не помню, но можно погуглить, посмотрите. И сделать подобную вот такую вот, какую-то карточку, и все, и у вас будет, вы сможете бесплатно перемещаться. Совершенно спокойно. Большое спасибо. Нет, спасибо, говорят. Большое спасибо. Спасибо, порадовали. Спасибо. И дети до 15 лет точно так же. Просто детей нужно, детям, для детей достаточно, наверное, просто какого-то удостоверения личности, чтобы вы могли показать, что им до 15 лет, вот и все. Что, до 15 лет бесплатно? А знаешь, сколько мы платим за проезд? У нас там обязательно, не обязательно, то есть вот шок и тикет школьный билет, 35 евро, но это немного. Но потом у нас начинается поменьше, да, уже начинается платить, но чуть меньше. В России тоже есть два блокара, конечно, это же система, это же английская система, чья, американцы, кто ее придумал? Я не помню, кто ее придумал. Она по всему миру, да? Она по всему миру. Давайте закругляться. Давайте закругляться уже, а то у нас язык устал. Сейчас мне язык вырлется на стол. Мы с вами поговорили 2 часа, 8 минут. А вот это неприлично так себя вести. Ответили на все ваши вопросы. Надеюсь, что я сделал правильно, что не стал снимать сухое видео на 40 минут, в котором бы рассказывал. А так у вас была и живая возможность пообщаться с человеком, с героем. С героинихой. С героинихой, чего это, героиниха беженских будней. Да, Куртус. Ну что, друзья, давайте прощаться. Спасибо, Наталья. Хочу уже видео скорее посмотреть, послушать всю историю. Начало видео посмотреть. Смотрите, да. Там я, кстати, в комментариях сейчас, в описании видео, как видео закончится, я напишу ссылочку вам, поставлю на последнюю историю из тех цепей истории, которые, к сожалению... Там первые, первые видеокадры, это вот этот мальчик, с которым... Первые видеокадры будут, я сделаю... Про женщину из Крыма. Женщина, кстати, была из Крыма. Но это неважно, откуда она делала, не в этом. Просто она попала... Она не из Москвы. Она не из Москвы была. Там была проблема, что она просто была не из Москвы, оказалась в Москве и с ребенком, которого пыталась вылечить. Но даже москвичи не могут получить... Даже москвичи не могут получить, да, да, да. А уж если ты не прописан там вообще... Так что вот. Спасибо. Пока-пока. Спасибо всем. Пока.